Девушки отдыхают Спасибо за аплодисменты. В эфире «Черное зеркало» и я, ведущий программы Евгений Киселев. Редакция подробностей возобновляет проект, стартовавший нынешней весной, когда накануне президентских выборов наша редакция представила почтенной публике первые несколько пробных выпусков нашего ток-шоу. С этой недели мы в эфире снова каждую пятницу в 9 вечера сразу после окончания программы «Подробности». Вместе со мной в программе участвуют известные украинские журналисты Александр Харебин. Поприветствуем Валерий Калныш, Сергей Высоцкий, мой коллега, ведущий подробности Алексей Лихман и наш московский корреспондент Дмитрий Еловский. А у нас сегодня много гостей, я буду представлять их в эфире по мере того, как они будут включаться в разговор, потому что иначе представление участников займет слишком много времени. И как всегда, как повелось еще весной, у нас очень молодая студенческая, очень активная аудитория. Ребята, поприветствуем наших зрителей. У нас сегодня много тем, но, разумеется, разговаривая на эти темы, мы будем отталкиваться от главного события, от объявленного сегодня прекращения огня, которое должно было вступить в силу в 18.00. И, конечно же, в этой связи возникает масса вопросов. Я сразу же хотел обратиться, здесь должен быть у нас пресс-секретарь СНБУ Андрей Лысенко. Вы можете сказать, вот на этот час вам что известно, соблюдается ли объявленное прекращение огня? Добрый вечер. Ни пострелив, ни вибухов. В районе Донецка чули вибухи. Проте это не были обстрелы сил АТО. В других районах также допоминают, что режим припинения огня украинские войсковы дотримаются 100%. Мы ждем от наших оппонентов того же самого. А как наши, мягко говоря, оппоненты? А мы подивим. По последним данным, несколько минут назад взрывы в Донецке еще были, буквально несколько минут назад. Это для них лакмусовые папирейцы. Мы надеемся, что они выдерживают этот испыт для них. Потому что это вторая попытка. Другая попытка, чтобы они таки дотримались. И мы надеемся на это. Потому что первая задача – это обмен заручниками и тех, кого затримали украинские войсковы. Это главное. Наших глупцев нужно повертать. Дякую вам, пану Андрею. Здесь у нас, как водятся, известные политики. И не только. Я хотел бы представить первых трех гостей, которые заняли почетные места в центре студии. Это вице-спикер Верховной Рады Руслан Кашулинский. Это народный депутат Владимир Арьев. И командир добровольческого батальона «Шахтер» в центре Андрея Кенонов. Вот давайте поговорим. Что это? Прекращение огня, объявленное сегодня. Это победа, это поражение, это временная уступка. Шаг назад, потом два шага вперед. Вот вынужденное тактическое отступление. Уже говорят, что это Брестский мир. Или, если обращаться к более недавней истории, Хасавюртский мир, который в свое время Россия подписалась в Чечнею в 1996 году. А война потом опять возобновилась в 1999. Что скажете, господа? Пан Рафан. Ну, на мой взгляд, это все-таки больше поразка. Перш за все, мы, умовно скажем, держава на этих перемываниях, и поддерживая эти перемывания, потому что, на самом деле, кто такой Кучма и кто такой ЛНР и ДНР? Сепаратисты, и один из прошлых. Что они могут иметь какие-то перемывания. То есть, они не выступают перед. Но мы, умовно скажем, что Украина легитимизирует таким чином ЛНР и ДНР. Что хотел достигнуть Путин. То есть, Путин нет, Россия с нами не воюет. Воюет, это внутренний государственный конфликт. Назовно будет так трактироваться Россией. Что они между собой, украинцы там, между собой воюют. Россия тут не при чем. Взагалі. Вот это наибольшая проблема этих перемываний. Господин Кашинский, я сказал, что вы сейчас в этом вопросе. Я дозволю, я закинчиваю сейчас. А эти условия перемирия, которые вы сейчас критикуются. Это есть условия. Это не условия. С кем условия? С ЛНР и ДНР? Умовы. Это кто такие? Это терористы, которые убивают наших людей? Это просто, с ними взагалі перемывания не ведутся. Вот еще проблема, что сегодня государство Украина с этими перемываниями признает и даёт возможность российской пропаганды говорить, что это внутренний государственный конфликт. Громадянская война. Я все-таки повторюсь, вы знаете условия. Ни хто этого сейчас не знает, потому документа официального нигде не имеет. Есть 4 пункта, есть 3 пункта, есть 12, есть 14. 12, есть разные слова. Очень интересная оценка сегодня президента Обами, который очень скептично до этого ставится. Назвичайно. Наступная проблема. Что мы програли в этом? Мы програли в часе. Сегодня что довела наша армия? Что наша армия, которой практически не было, Это практически парни, работники, селяны, инженеры, предприниматели, могли за короткий час побить найкращие элитные спецподраздели российской армии. Они сегодня перегруповываются. Сегодня будет заходить новый гуманитарный ванкаж. То есть вывозить трупы будут. То есть Россия требует... Ну, час передышка. А то, что случилось поделавайском... Сейчас, одну секунду, я завершую. Но этот час им потребуется и в геополитической игре. Чем ближе до зимы, тем сильнейшая Россия, тем слабше Европа. И тут проблема газа. И тем паче в нас нет союзников. Зауважьте, кто был на перемогах. Это ОБСЄ, Украина и ЛНР, ДНР. Вот почему проблема. Мы должны изменять формат дипломатического тиска. Сегодня так называемая нормандская группа в перемогах. Франция, Немечка, Россия, Украина. И Украина должна быть изменять на женевскую группу США, которые, согласно Будапештскому меморандуму, являются гарантами национальной безопасности Украины. Нагадаю нашему товариству. Это Россия, которая порушила это все. Это Великая Британия. Это Соединенные Штаты и в окремных документах. Евгений, вот все же, господин Кошелинский, извините. Я вам все додаю. Мне кажется, важным понять, о чем мы говорим. Вот СНБО, я все-таки хочу добиться, что мы обсуждаем. В СНБО знают что-то о условиях перемирия, которые мы критикуем или соглашаемся с ними. Но никто не знает, о чем мы говорим. Прошу. По-перше, режим припинения в огне – это еще не перемирие. Это режим, это первый крок до того, чтобы замолкли гарматы. Второй пункт сколько? Другой пункт – это возможность сделать развитие того, что есть. Потому что те силы, которые зашли на нашу территорию, мы еще не знаем, сколько достойно зашли військовой техники и сил врага. У нас есть возможность сейчас провести развитие. Но эту развитие будем делать не только мы. По-третьему, мы имеем возможность подтянуть наши силы, которые сейчас находятся на перегруппировании, а также на доокомплектировании, отримать новое оружие и подойти на выходные рубежи. И по-четвертому, у нас появилась возможность не отримать каждую неделю статистику загибших хлопцев и раненых. Уже zwyкли сказать 100, 200, 2000. А у вас есть точная цифра? Есть точная цифра, но для нас это трагедия, если она погибла. Поэтому я прошу... Но все-таки точная цифра. Мы продолжаем перемывание с ними. Наверное, что только время было, если за своей логикой, то нужно было на начале с ними перемывание и не давать вмертисть только патріотам. Почему же тогда не проводили с ними перемывание и не остановили войну? Потому что за своей логикой. Я перепрошу. От зараз тут сидят народные депутаты. Господин Кошелинский, но этот вопрос может быть перекрестным. Этим же можно ответить и вам. Мы должны это тоже понимать. От зараз было закрыто заседание Верховной Ради. Все данные до одного мы имеем про перелик Збройных сил РФ на территории Украины. И вы это знаете. Не потребно жодно. Есть сопутники, которые показывают до одного человека на территории Украины. И это мы знаем. Поэтому говорить, что мы сейчас побачим, перегрупуем, это не совсем правда. То есть вы настаиваете на том, что должна продолжаться война, никаких переговоров быть не должно. А вы хотите сказать, что с Путином можно вести перемывание? Я не хочу ничего сказать. Я вас спрашиваю. Я знаю, что мир с Путином, это выиграна война. Инших перемовин с Путином быть не может. Владимир, мне кажется, вы что-то хотели сказать, или что вы выбраете клинок на этот разговор. Это ваша позиция. Андрей. Власне, есть несколько моментов, важных, на которых нам важно загострелить увагу. Первое. В условиях, подписанных сегодня у Минска, за помощью посередников, я подкреслю, никакого признания террористических организаций ЛНР и ДНР не произошло. Все и шло через посередников. Но очень важная условия, это избойтись 630, понад 630 наших военно-полоненных. Людей, которых катают по парадам, приниживая их гидность. Так называемым парадом, как это стало в Донецке. И все это видели на ДНР. Как их освободить? Обмин военно-полоненными. В данном разе мы перестаем фигурувать антитеррористическую операцию. Мы уже говорим про то, что в Украине иде война. И это правда. Давайте називайте врешті-решт своими именами. То есть вы поддерживаете саму идею обмена пленными? Обовязково, звичайно. А чему мы маем наших героев залишать на... Террористов отпускаем. Мы не можем залишить наших героев. Я не знаю. Я со многими сегодня обсуждал сегодняшний спикер поддерживает идею обмена пленными? Все часы обмена проходят. Каждый вечер. Каждый вечер. Иде обмена. Каждый вечер. Каждый вечер? Да. Так! Каждый вечер есть специальные люди, которые парламентарии. Они созваниваются с противоположной стороной. Идет обмен. Каждый вечер. И поскольку военнопленных примерно меняют... Ценоволочки мы группами. Условно говоря, на том участке, где действовал ваш добровольческий бортаєн-шахтер... Все зависит от того, как договорятся парламентарии той или другой стороны. Он может быть неравным, он может быть совсем неравным. А деньги приходят сплатить? Я такого случая не знаю. Я хотел бы спросить его Рубана. Понятно. У нас формат всех на всех. И в данном разе это именно для этого и варто хотя бы для этого варто темчасово подкреслю и прекратить вогонь. По-друге, мы говорили про аналогичные очень много и варто Перетворилась на одну из самых боевых армий Европы. Экономика Хорватии за час этой паузы вошла из стагнации, в которой была страна после того, как она откровилась от Югославии. Россия, это не Сербия. Но ситуация у нас вместе. Россия на сегодняшний день, если вы видели за новинами, была при Путине, при этом в бандите в Алтайском крае и сказали, что резервы государства уже почти порожен. Но денег в эту армию закачали сейчас немеренно. Вони заканчиваются рано или поздно. И в данном случае у нас сегодня, после того, как президент договорился на двусторонних контактах, придбать высокоточную оружие, а это самый большой аргумент сегодня. Потому что у нас на складах украинской армии за 10 последних лет не осталось майже оружие категории первого и второго класса, потому что ее распродали за бесстынь. Под час Ющенко и под час Януковича. И про это вчера заявил премьер-министр Янукович. И повертающийся оборудованию, я должен позволить высочайшего уровня. Мы их не обучим в качашем сроке. Послушайте, будь ласка, два с половиной роков у Корватии было, но чем дальше развивается общество, тем меньше стают исторические термины. У нас не война, у нас не война. АТО, у нас нема войны. Давайте мы определимся с терминами. У нас АТО, у нас война. Что у нас? Если у нас война, тогда мы живем в ситуации войны. У нас получается такая интересная ситуация. Мы сейчас обсуждаем что? Перемирие, прекращение войны или мирный договор. Речь идет о одной простой вещи. Пока подписан меморандум о прекращении огня. Война не закончилась, не объявилась, нет никаких вещей. Далее. Когда МИД обращается к странам, мировому сообществу, признать ЛНР, ДНР террористическими организациями, то давайте мы признаем, у нас подписан меморандум с кем? С террористами. Тогда давайте мы признаем, что Украина ведет переговоры с террористами, и таким образом открываем перед всеми террористами мира. Наши вас заходите, берите, мы ведем с вами переговоры. Если у нас война... Давайте мы будем уточнив пропускать. Мы подписали меморандум ОБСЕ. А это наиважливее. Участниками переговоров были известны вам Захарченко и прочие прекрасные люди, которые представляют террористические организации по версии МИД. Если у нас идет война, то они не террористы. Тогда почему в ситуации войны не сидит за столом переговоров представитель Генштаба Российской Федерации, господин Лавров, кто-то? С кем у нас война? С кем у нас война? Извините, я вас перебью. У нас просто сейчас, как раз в этот момент, есть телефонная связь с командиром Азова. Давайте у него спросим, война это или нет? У нас телефонная связь по видео. Телефонная связь или скайп? О, режиссер. А, видеосвязь у нас. У нас видеосвязь. Да, мы можем его вывести. Давайте воспользуемся. Да, пожалуйста, у нас сейчас в программе командир батальона Азов, Андрей Белевский. Он находится прямо в Мариуполе. Андрей, расскажите, пожалуйста, что там происходит? Там в реальной жизни состоялось прекращение огня или продолжаются бои? Добрый вечер. Да, на данный момент прекращение огня действительно действует с обоих сторон. Около 6.30 прекратили огонь и мы, и противник. Сейчас все разошлись, сохраняют свой статус-кво. То есть мы контролируем Мариуполь и Широкино. Они контролируют Новоазовск. Скажите, пожалуйста... Вас отодвинут сейчас более чем на 20 километров от города. Андрей, скажите, пожалуйста, вот тут у нас в студии разгорелся спор. Все-таки что сейчас в реальной жизни, на ваш взгляд, происходит? Это война или это антитеррористическая операция? Как вы сами для себя называете происходящие? Это война, я не представляю. Война, да? Это война. Война однозначная и 100%. Причем война действительно такого масштаба, которую люди, воевавшие в Афганистане, в море конфликтов в Азии, Африке, не видели со Второй мировой войны. Андрей, а вы как человек, который воюет, вам это перемирие? Для соседнего государства. Андрей, вы человек, который воюет, вы каждый день участвуете в боях. Как тактический... Да, перемирие вам нужно или нет? Как тактический шаг для того, чтобы перегруппироваться, для того, чтобы обменять пленных, привести хоть к каким-то человеческим правилам, договориться о каких-то человеческих правилах ведения этой войны с той стороной, которая не соблюдает никаких правил. Андрей, простите, а сколько на сегодняшний день ваших людей в плену находится? На данный момент у меня в плену находится один наш соратник и трое ребят, пропавшие без вести. Мы очень надеемся, что они в плену. Андрей, скажите, пожалуйста, еще один вопрос. Опять-таки, здесь у нас разгорелся спор. Насколько силен противник? Насколько сильны те люди, с которыми вы воюете? Я имею в виду в военном отношении, в отношении подготовки, мотивации, вооружения и так далее. Если говорить про морально-волевые качества противника, то они не слишком высоки. Даже у ДНР, где они хоть как-то мотивированы. Россияне в прямом бою вообще их не проявляют. Что касается вооружения, экипировки и качественных военспецов, то они чрезвычайно сильны. Общее впечатление, что мы сейчас участвуем в войне цивилизации против индейцев, где мы выступаем в роли индейцев. А чего вам не хватает в первую очередь? Я имею в виду, вот с точки зрения вооружения, техники и так далее. Чего вам в первую очередь необходимо? Здесь речь идет про несколько моментов. Тяжелое вооружение, о котором так много все говорят. Качественная связь, качественная система управления и не мешало бы высокоточное оружие, потому что живем в 21 веке. Спасибо, Андрей. На связи с нами из Мариуполя был командир батальона... Андрей Белевский, простите, Андрей, не уходите со связи. У моих коллег еще есть вопросы, по-моему. Сергей, да, вот что-то... Андрей, к Андрею вопросов. Андрей, к Андрею вопросов. Только огромное благодарность и поклон. Спасибо, спасибо большое. Возвращаемся в студию. И я бы хотел вот с командиром батальона Шахтерска, Андреем Филовенко, там, эту же тему продолжить. У меня такое впечатление, что мы повстанцы, а не они. Вы повстанцы? Да. В этой войне, сейчас... Он все... Андрей все правильно сказал, это наш побратим. Дай ему Бог здоровья. Сейчас рядом с ним бьется наш взвод, тоже из Шахтерска, из батальона Шахтерска, взвод Иисуса Христа. Вот. И все он правильно сказал. Мы повстанцы, мы индейцы. У нас нет ни тяжелого. Нас посылают на танки с одним гранатометом. На аргумент, что не сбить, не подбить современный танк из обычного гранатомета. Говорят, нет, есть одна точка, вот если в нее три раза ударить. Андрей, извините, а кто это говорит? Что говорит... Я просто к тому, что... Техника нас посылает. Ведь на складах оружие есть. А техника стоит. А по вашему мнению, вот, что это за бред, когда люди... Мое мнение, может быть, будет сейчас кому-то неприятно в погонах, но в Е-штабе нужно все менять. Я не знаю, кого, пускай разбирается контрразведка, но... У нас масса вредителей и предателей в Генеральном штабе. Для целой бригады комбат стал отцом и ботяней за один день. Он всего-навсего что-то почувствовал, бригаду поставил на 10 километров справа. Я не буду называть номер этой части. Отзвонил, отрапортовал в Киев, что все, бригада встала на заданную точку. Через два часа эту точку полностью на Крыльград. Полностью. Предательство, вы хотите сказать? Предательство и безграмотное командование. Иловайск, это безграмотное командование. И саботаж. Евгений, давайте... Когда мы говорим в Генштабе... Есть профессиональные военные. Говорим, что нужно разбить эту церковь. Возле этой церкви находится самый страшный дот, который покрывает все улицы, убивает ребят с Донбасса, наших, всех. В церкви находятся все церкви Московского Патриархата. Там, в горячих точках, почти все. Это склады оружия. Это места, где собираются все сепаратисты. Гиркин зашел, как паломник. И Светогорско-Славянск. Тоже в церковь. Возле этой церкви 20 метров это самый страшный дот укрепления. Приходы Московского Патриархата превращены фактически в опорные точки. Но здесь главное дот. Главное дот возле него. Давайте все же закончим с обвинениями в адрес СНБО и Генштаба. Я прошу дать слово господину Лысенко. Не дай бог попадет их церковь рядом. Страшно подумать, что будет. Евгений, давайте все-таки обвинения в адрес Генштаба и СНБО. Вот господин Лысенко, эти обвинения прозвучали, комментируйте. Вопрос в том, что информация про возможность находиться тех же зрадников и в Генеральном штабе, и в штабе АТО анализуется сейчас. И с людьми працует контр-розвидка. Президент Украины лично взял под контроль расследование этих справ. И, как вы знаете, уже шесть высокопосадовцев отстранены в виду выполнение своих обязанностей. И эта работа не прекратится до тех пор, пока все до одного, кто винен в зраде, не будут покараны. Искать там есть кого? Есть кого защищать? Шукают. Успешно? Час покажет. Час покажет. Я еще вернусь к этому вопросу. Да, да, пожалуйста. Евгений, очень долго человек просит слово, прошу. Конечно. Ну все, Волод Стеблюк, начальник медслужбы батальона Миротворец. Воно... Дякую. Вы понимаете, когда вы задаете вопрос, если нужно перемирие, или прекращение огня, людям, которые сидят в студии, и начинаются дискуссии, что это наши поступки, это наша слабость. А реально там припинение огня, это возможность подякувать Богу, что ты еще пару годин, и я живой. И мы так же, когда припинялся огонь, мы просто дякували Господи, дякую, что еще 2 часа я прожив, и я живой. Это возможность поездить, это возможность добраться к воде. Это возможность медикам дать медичную допомогу. На выходе из Иловайска я пытался вывозить поранених, и под кулями, под обстрелом этого сделать невозможно. Мы ждали караван швидких допомог очень долго, потому что в Старобешево ишли бои. А это потеря крови, это инфекции, это потеря людских жизнений. Поэтому я не знаю, как с точки зрения политики, я не могу оценивать ни командование, ни политики, но с точки зрения человека, который был там, с точки зрения моих братьев, которые были там, каждая минута без обстрела у нас принимается как маленькое счастье, как подарок Бога. Я прошу прощения, у нас здесь присутствует Леонид Поляков, который до недавнего времени занимал пост заместителем министра обороны. И на этой неделе, если мне память не изменяет, вы вместе с другими в прошлом воспоставленными военными опубликовали там некий документ, содержащий вашу критику и ваши предложения. Но прежде чем там, о содержании этих ваших предложений, мы отдельно, я думаю, об этом поговорим. Все-таки, вот в чем причина того, что происходит, почему не хватает техники вооружения, высокоточного оружия, связи, братьев. Почему украинские солдаты ощущают себя там, повстанцами, индейцами, назовите как хотите, но не солдатами регулярной армии независимого государства? Я попробую ответить кратко, чтобы не отнимать драценного времени. Да, пожалуйста. По моему мнению и по мнению коллег, с которыми анализируют ситуацию, основная проблема кадровая. У нас сейчас практически отсутствует Министерство обороны как функциональный орган управления. Слабый пока генеральный штаб, недостаточно опытное и не проявляющее необходимых лидерских качеств руководство в зоне антирессийской операции. От этого и проблемы с организацией боя, с построением боевых порядков, с отсутствием необходимых резервов и снабжений. Вот коротко это так. Ну хорошо, а почему не выдвигают проявивших себя молодых талантливых командиров, как во время Второй мировой войны, знаете, когда порой от капитана до генерала проходили путь за месяц? Опять же, простой ответ. Там нет настоящего лидера. Война это не только какая-то военная наука, это еще искусство, это еще человеческие лидерские качества. Мы там лидера не видим. Белецкого увидите. Есть там лидеры комбаты. Да, они есть. Белецкого увидите. Белецкого? Я знаю, что там есть несколько неплохих генералов. Перерос уже свою комбатскую должность. Он смог бы, да, он смог бы. Смог бы делать что? Командовать. Не батальоном, а больше. В каком масштабе? Ну, сектором. Сектором? Да, сектором смог бы. Давайте там не... Ну, давайте не тратить время. Там есть достаточное количество профессиональных руководителей, но вот именно людей с лидерскими качествами там не хватает. Им, к сожалению, политики примеры не показывают. У них нет сейчас, даже в это время, никакого единства. Друг друга критикуют, спорят. В Министерстве обороны остаются ставленники Януковича, которые задерживают из-за бюрократии, коррупции, снабжения. В общем, проблем много. И единственный пока человек, который... Слышите, надо посадить. Вы? Да, я. Вы слышите? Глаз фронта. Единственный человек, который может решительно изменить ситуацию, это президент. Почему он пока не принимает решительных мер? Ну, это надо, наверное, ему ударить. К сожалению, у нас сегодня нет никого из администрации президента, хотя мы обращались с просьбой, чтобы к нам кто-то из представителей администрации пришел. Мы просили, кстати, и Министерства обороны, чтобы кто-то из официальных руководителей Министерства обороны здесь был у нас в студии. Тоже осталось без ответа. Да, пожалуйста. Я предлагаю Министерству обороны перенести туда, на передовую, и там они будут отчетно, четко работать. Когда под обстрелом они будут, тогда они будут там гороскопы открыть. Евгений Алексеевич. Вот туда, на Песке, на Песке, на Песке, на Песке, на Песке, на Песке, на Песке. Понимаете? А вы о чем договоритесь? А сейчас с ними разговариваете, да? А вы получили? Да, вот еще. Что они рассказывают? Поедут? А, получили, слава Богу. Ладно, давайте. А теперь давайте нам расскажите, с кем вы общались и что говорили. А теперь я расскажу. Ну, во-первых, сразу, так сказать, претензия к пресс-службе АТО. Или как там, РНБО? Микрофон держит. Да, РНБО. Данная пресс-служба оперативной информацией не обладает. Вопрос, почему? То ли не вовремя докладывают ее, то ли лишние какие-то настройки. Я привожу пример. Я недавно давал интервью на пятом канале, прямой эфир был. РНБО, служба РНБО докладывает. Новозовск контролируется украинскими войсками. Виловайск пришло подкрепление. Я прямо в эфире заявляю, что Новозовск контролируется российскими войсками, а подкрепление не подошло. Меня начинают обвинять в паникерстве. А тут Нью-Йорк Таймс дает подтверждение, что Новозовск захвачен русскими. А потом Семен Семенченко в своем интервью в телефонном дает информацию о том, что подкрепление не подошло. Подкрепление не подошло. Сейчас поступила информация. Моя пятая рота. Ну я уже правда не командир, но это не столь проблематично. Обороня держит рубеж в поселке Песке. Это западные ворота города Донецка. Мы не дошли... Вы из какого батальона просто уточните? Батальон Депр-1. Я раньше там... Мне в принципе уже сказали, что я и уволен, и разжалован, и все такое. За паникерские настроения? За правду. За правду. За правду. За правду родения сквозное. За правду. Мне предъявили претензии, где ты находишься, где ты лечишься. Говорю, вам приехать показать раны. Так они, говорю, у меня еще даже не заштопаны, не зашиты. Я могу приехать показать. Вам бумага нужна? Или вы ищите повод для того, чтобы меня уволить? Но это не столь проблематично. Вот сейчас сообщили с Песами. Два трехсотых. Один мой, другое дружественное нам подразделение. О каком прекращении огня идет речь? Уточните, просто не все понимают, что такое... Трехсотые это раненые. Раненые. Да. Двухсотые это... Обстрел с автоматической грамотной. Так идет прекращение огня или не идет? Идет перемение или не идет? Ну, извините, я вас на секундочку, просто как бы в развитии того, о чем вы говорите, хотел бы попросить режиссеров показать вот листовку, которая распространяется уже сегодня в пресс-центре информационного агентства Национальная служба новостей. Это информационное агентство ДНР. Вот покажите, пожалуйста, можно вывести это на экран? Буквально секунду, да? Но смысл в том, что вот уже на 9 сентября, на 13.00, посмотрите, какие темы выносятся на пресс-конференцию. Почему не выполняется приказ Порошенко о прекращении огня армии Украины? Там, военная повестка дня, сводки с линии фронта, ситуация в населенных пунктах, перешедших под контроль ополчения, закулисье минских переговоров, что такое Народный фронт Новороссии, и там, итоги переговоров ДНР и России... То есть ДНР уже о поставках газа собирается вести переговоры с Россией, там, независимо от Украины. То есть, как бы уже заранее анонсируется, что президент Порошенко, нынешняя украинская власть, несет вину за непрекращение огня, ну и далее по списку. Вот такое вот перемирие. У меня вопрос. Перемирие. А что дальше? Дальше переговоры о мире? А о каком? На каких условиях? Вопрос сразу, с кем разговаривать? Все дело в том, что там несколько центров влияния. С кем разговаривать? Вопрос встает в том, как можно с террористами вести переговоры. Я понимаю людей, которые открыто высказывают, скажем так, подождите, не перебивайте, пожалуйста. Не перебиваю. Да. Ну вы уже так пробуете. Я говорю, не перебивайте, пожалуйста. Уже два вопроса. Реакция у вас хорошая на фронте, наверное, развилась. Которые открыто высказывают свое мнение, что я там за ЛНР, ДНР. Вопросов нет. Одно дело высказывать свое мнение, а другое дело брать в руки оружие и выступать против существующего государственного строя. С оружием в руках. Или не беря это оружие, организовывать. А вы мне скажите, пожалуйста, вот речь идет о перемирии, дальше там пойдет амнистия. Мы будем амнистировать людей, которые пытали, убивали, резали. Я не говорю за больше. Очень хороший вопрос. Добивали на поле боя раненых. У меня вопрос к российским офицерам. Ребята, а где ваша честь офицерская? Вот вы вечно кичили свои чести. Отдали приказ под Иловайском добивать раненых. Зашли в больницу, добили раненых. Это офицерская честь? Ну, вы знаете, я надеюсь, что вы сможете этот вопрос задать министру обороны Гелетею. Вот мне сейчас... Я вам скажу по поводу Гелетеи. Мне сейчас просто подсказывают мои коллеги, у меня вот тут в ухе наушники. Нет, я вам скажу по поводу Гелетея, по поводу вооружения. Я слышу, что обещают, вроде что он к нам по телефону в эфир включится. Хорошо. Можно еще дополнить? Да, пожалуйста, о чем вы говорите? Два слова. Я, в принципе, попал Гелетея на прием позавчера. Именно по поводу вооружения. А он высказал, вы знаете, я сначала удивился, а потом, ну как, не удивился. Он действительно высказал здравомысл. А вы знаете, почему попадает наша техника в руки врага? В больших количествах. Оно действительно так. Не потому, что бояться бросают, а потому, что мы их даем садяться за руль непрофессионалы. Техника с длительного хранения. Малейшая неполадка, ее просто бросают. Мы на эту тему очень долго разговаривали. Говорит, с одного батальона было предложение о предоставлении тяжелой техники. Говорит, мы задали простой вопрос. Сколько у вас специалистов? Два, там, сто. Поехала квалификационная комиссия. Выявили только пять нормальных специалистов. Спасибо большое. Спасибо. Извините, я вынужден вас прервать, потому что наши другие просто не смогут ничего сказать. Сергей, коллеги, у вас у всех открыты микрофоны. Прошу, да, прошу. Милее включайтесь в разговор. Бойцов не уйдет, но, и Александр, это в пику ему будет сказано, но с террористами переговоры всегда и везде ведут. Точка. Когда Ицхак Рабин жал руку Ясеру Арафакту в 94-м году, это было пожатие руки террориста. Потому что у государства Израиля есть простая задача. А. Выжать. Б. Процветать. И все, что помогает Израилю выжить и процветать, это хорошо. Все, что помогает Израилю, не помогает Израилю цели достигать, его убивает, это плохо. Но. Если время используют. Да. Если время используют. Самое главное. Поэтому, простой тезис, простой тезис. Если время используют, чтобы перегруппироваться и поменять пленку. Если мы это остановку огня, в которую я не верю, я не верю, что эти террористы опустят оружие. Я верю в то, что может быть российская армия выполнит какой-то приказ. Но вот эти вот нарванные, абсолютно доведенные до животного состояния люди, звери, которые взяли автоматы, занимаются вот тем, что рассказывал боец. То есть просто убивают наших солдат, пытают их. Они не опустят оружие, их можно только уничтожить. Здесь есть простая штука. Каждая перемирия, каждую неделю времени нам нужно использовать для того, чтобы А. Меректаризовать общество. Раздавать людям оружие на легальных основаниях. Готовить партизанские отряды и территориальную оборону. И. Б. Готовить свой массаж и приступать к ликвидации врагов за рубежом. Правильно. Да. Но они боятся. Как избрают? Правительство боится выздавать патриотам оружие. А это другой вопрос. Упасны. Я прошу пас, маленький пас. Я від геополітики, частково геополітики, тому що буде зрозуміло, що мотивація. Звісно, рішо хоче РФ. Вона не відмовилася від загальної канви. Їй потрібен сухий прохід до Криму. Ну, догадалки не ходити. Зараз зима починається. Скажемо так, перешийку немає, Крим, переправи немає, проблема. Вони все одно хочуть до Криму. Далі це є Придністрове. Далі вони хочуть це поєднати. Все це є, ну, тимчасове для того, щоб вони перегрупувалися. Зараз просто даю пас. Вон Ярош піднімає руку. Дайте Ярошу слово, бо ніяк не може сказати. Це не Ярош, це Березе. Да, кстати, Борислав, Борислав, я прошу прощення. В руки не дам. Ви сидите, ви сидите с мрачным лицом. Я по прошлым ефирам помню, що ви були чеком там активним і темпераментним. Просто вас не узнаю. Вот, ви тут заявили, що правий сектор буде підтримувати президента, пока він є гарантом Конституції, а не посредником між Україною і російська диктатурою. Вот после сьогоднішних событий ви по-прежнему занимаєте таку позицию? А давайте сделаем два шага назад. Начнем с того, що в боксе, якщо боксер получає сильний удар, йому треба восстановитися. Ми получили нокдаун. І на сьогоднішній день ми получили значительно сильно по-дуловайську. Нужно сделать два шага назад, отдышатися, а потім наказати в відповідь. Якщо нам не дати отдышку, то просто невозможно дати що-то робити. На сьогоднішній день треба признати, да, действительно, ми воюємо несовершенному оружію. У нас его практически нет. У нас нет необходимого оружия, которое бы ми могли адекватно отвечати врагу. Поэтому абсолютно разумно сейчас именно прекратити огонь с двох сторон. Ми наносимо менше вред, а теряємо патриотів України. Недопустимо терять патриотів України. Іх на самом деле, глядя на те, що происходит, на території Донбасса не так багато. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Знаете, о чём я хотел бы сказать? Мы как бы о политическом аспекте мало говорили сегодня, и в том числе о внешнеполитическом. Президент сегодня выступил с заявлением по поводу объявленного прекращения огня. Ну, он напрямую об этом не сказал, но, в общем, в первых абзацах абсолютно чётко прочитывается. А мы ведь не знаем, какие у него были разговоры, какие встречи он проводил с лидерами стран НАТО сейчас на саммите Уэльси, и что они ему говорили. Что, с одной стороны, звучали обнадёживающие заявления в поддержку, свидетельствующие о том, что потихонечку, но всё-таки продвигается сотрудничество стран НАТО с Украиной, но в результате, вот у меня от прочтения этих абзацов осталось ощущение, что страны НАТО готовы сейчас помогать Украине при том условии, что она хотя бы тактически сейчас, вот в данный конкретный момент, постарается перевести ситуацию из военной в политическую плоскость. Как вы думаете, Владимир? Мне кажется, что можно... Не прочитывается это там? Ну, как бы существуют определенные там пределы манёвра у Петра Алексеевича. Пане Евгене, давайте просто подивимось историю. Что случилось, когда УНР кинуло на войска Муравьёва, а Гончаренко и 300 студентов на бой под Крутами. Они полягли как герои, но следует был какой? В России, 75 лет, Украина была под ярмом радянско-росийского панувания. Это был следом. Сегодня нам нужны герои живыми. Для того, чтобы они потом, как люди, которые готовы были отдавать своё життя там, на поле боя, они заходили на вси возможные посадки, все работы, все вакансии, в правоохранных органах, в всех системных державных структурах и строили Новую Украину. Мы не можем идти с дубинкой против танка. А мы видим, что сейчас танк, это хорошо организованная машина Российской Федерации. Они 23 лет строили свою армию, в том числе и за рахунок нас, руйнуючи армию Украины своими эмиссарами. И остаточно это произошло в час Януковича, когда министр обороны Украины мог бы целиком называться министром руйнувания обороны Украины. Мы должны сегодня использовать любую паузу для того, чтобы отбудовывать. У нас сегодня экономика абсолютно трещит по швам. Мы можем радиться, что у наших врагов еще гирша ситуация. Это их ситуация. Но нам сегодня, когда бизнес помогает волонтерам обеспечить армию, этот бизнес должен что-то заработать. У нас станет иначе тот момент, когда денег просто у него не будет. И никто не будет обеспечивать армию. Мы должны делать комплексно. Если мы сруйнуем экономику, мы армию новую не побудуем. И защитить страну мы не можем. Мы должны быть разумными. Балые страны победили большие войска не прямой силой, а разумом. И мы маем, будь разумными. Спасибо. У меня один вопрос есть. Здесь присутствует... Раз уж мы заговорили о 2018 году, присутствует дипломат, эксперт-международник Олег Волошин, в прошлом директор информационного департамента Министерства иностранных дел Украины. Вот мне очень понравилось, как вы, Давича, на днях вспомнили 18-й год, Булгакова, Белую гвардию, про то, что на печке, на той самой белой знаменитой печке в доме Турбинных было написано «Если тебе скажут, что союзники спешат к нам на выручку, не верь, союзники сволочи». Это применимо к сегодняшней ситуации? Ну, понимаете, это писали офицеры. То есть я прекрасно понимаю эмоции тех действительно героев, которые теряют побратимов каждый день, которые видят смерть своими глазами. Для них, конечно, союзники сволочи. Но... Но за границей нам поможет или как? Для думающего, то есть для политика, который... или там для дипломата, мы понимаем, что они такие всегда и были. Потому что сегодня прямой угрозы войны между Россией и Штатами нет. А если они начнут нас серьезно поддерживать, то она возникнет. Но какой ответственный президент подставит собственных солдат под риск ради страны, которую на карте не найдет большинство американцев? Хорошо. Мы прекрасно должны понимать сегодня, что Запад и так делает больше, чем он можно было ожидать. Подождите, подождите. Олег, коллег. А вы можете мне показать фрагменты выступления свежего сенатора Маккейна? Коллеги, коллеги режиссеры, можете... Что, не пойду за нас воевать там? Пусть оружие дадут. Сейчас, просто вот мы специально... Более того, у них не будет выгод, а потом пойдут они сами. Да, потом пойдут. Да, если мы будем драться, если мы будем драться, нам нужно помогать. Господа, вот интервью сенатора Маккейна. Это, как вы помните, там, недавний кандидат в президенты США, сенатор-республиканец. Вот, я не знаю, здесь плохо слышно английскую речь, но я заранее это скосушил и наспехто, извините, как говорится, на коленке сделал перевод. Он говорит, в частности, о том, что, по его мнению, надо отдавать себе отчет. Если Путин возьмет восточную Украину, а затем пробьет наземный коридор Крым, то на очереди будет Молдова, а потом страны Балтии. И, по мнению Маккейна, Россия очень легко пока что отделалась за эту неприкрытую агрессию. И, по его мнению, совершенно очевидно, что именно наша полная слабость, американская слабость, провоцировала Москву на такие действия, поскольку она почувствовала, у нее руки развяжены. Сотни украинских граждан погибли, сотни ранены, госпитали переполнены бойцами, получившими ранения в ходе боевых действий, и они заслуживают того, чтобы мы им помогли. И на поле боя от Америки им нужна какая-то более существенная помощь, чем поставки военной экипировки. Евгений Алексеевич, мы прекрасны. На сегодняшний день Путин обрав самый лучший световый момент, для того, чтобы световую температуру, для того, чтобы совершить свои планы. Знаете, какая его настольная книга у Путина? Да. Не один раз уже разповідали. Юрьев, да, футуристично, фантазарно. Ну, ваше так вот еще говорили, что... Про, нібито, 2015-2020 год. Да, да. Есть такой... Я дуже раджу, я дуже раджу всем, я дуже раджу всем ее прочитать. Потому что там щитку написаны планы Путина. Запад не поможет. А что же Маккейн тогда говорит? Давайте используем Маккейна. Давайте услышим Маккейна. Правильно. А никто не должен. И то, что касается Маккейна. Маккейн республиканец. Республиканцы сейчас находятся в оппозиции. Они зарабатывают в том числе на нашей войне свои предвыборные очки накануне своей президентской кампании. Когда они хотят завести своего кандидата и посадить в Белый дом. Это кандидат будет республиканец, который будет поднимать свои голоса на уровне как раз именно говоря про войну. Возможно, когда республиканцы придут к власти, тогда помощь будет. Но надо нам помогать. Есть обычная логика. Давайте мы не будем говорить о Маккейна. Давайте не будем, мы не знаем там Маккейна до конца. Есть обычная логика. Логика развития конфликта. Да, да, да. Логика его эскалации. Логика его эскалации. Алексей, там микрофон просят. Сейчас, Борислав, погоди. Логика эскалации. Запад заинтересован в том, чтобы оставить эту войну в рамках локальной войны. Чтобы она не расширилась, соответственно, не получил Запад. Знаете, есть Запад и Запад. Давайте спросим у Борислава, который только что из Америки вернулся. Евгений. Давайте спросим у Борислава, который только что вернулся из Америки. Что он там увидел? Будут ли спасать американцы? В 60-х годах сказал, нам не нужны поставки французских потребителей. Где бы сейчас был Израиль? Поэтому эти рассуждения о том, что не надо брать оружие. Не надо. Нет, пускай поставляют все. Вопрос не стоит в том, чтобы его не брать. Все поставляют. Вопрос в том, что его не дают. Да, дадут. Только дадут патриотам оружие. Только когда не будет давать обставления. Как это дать оружие, утилить нашу армию, это единственный козап, захоронить локальный африк. Давайте послушаем Борислава Березу, и у нас скоро будет. Борислав, как там в Америке? Как погодит? Я хочу сказать, знаете, в Америке американцы сами не очень довольны своим президентом. Они говорят, что он очень нерешительный. Более того, это говорят как его сторонники, так и оппозиция, которая находится к нему. На сегодняшний день действительно республиканцы находятся в оппозиции. Это факт. Демократы всегда сильны были во внутренней политике, республиканцы во внешней. Сейчас БАМа занимается внешними проблемами постольку, поскольку это необходимо самой Америке. И вот то, что он сейчас объединил в воскресной речи своей, в воскресном спичи, он объединил АИС, по-русски, организацию террористов арабских, вместе с... Ислабское государство, или в Сирии, или... Да, он объединил их одновременно в своем спичи и сказал, что Белый дом переходит в стадию конфронтации. Это говорит о том, что сравнение достаточно, ну, разумно. Америка видит проблему. Простой американец действительно не видит. Простой американец не видит. Но в Америке нет ни одного человека, который находится сейчас на капиталистском столе в холме, который бы сказал, мы вам не дадим оружие. Они говорят, аргументируйте, добейтесь, пролоббируйте, вы его получите. Задача Украины действительно защищать самой себя. Ну, не камнями же и палками, в конце концов. А именно оружие. Так вот, оружие мы должны получить определенное. И, между прочим, если в ближайшее время мы получим часть... А мы должны получить действительно, по некоторой информации, оружие, которое хранится в странах Варшавского блока, обучаться на этом оружии никому не придется. Это нормальное, хорошее оружие со времен Советского Союза. Слушайте, а оружие телевидения, это деньги, которые мы получаем от рекламы. Извините, пожалуйста, но мы должны сейчас прерваться на рекламную паузу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы продолжаем очередной выпуск, первый в этом сезоне, программы «Чёрная зелка», которая подготовлена редакцией подробностей в студии программы «Евгений Киселёв». Здесь мои коллеги, украинские журналисты Александр Харебин, Валерий Калныш, Сергей Высоцкий, Алексей Лихман, наш московский корреспондент подробностей, Дмитрий Еловский. У нас поменялись на почётных председательских местах политики. Теперь здесь сидит Андрей Павловский, который, по-моему, сегодня ещё ни разу не вступал в разговор. Здесь военврач полковник Селла Стеблюк. Он уже в разговоре поучаствовал. Спасибо вам за это. И расшевелили мы, наконец, представителя правого сектора Борислава Берёзы. Местами у нас сегодня уже заходил разговор о том, можно ли верить России, каковы истинные цели российской политики. И вот я сейчас хотел бы подключить к разговору находящегося в Москве известного российского политолога, политтехнолога по совместительству галериста Марата Гельмана, которого хорошо знают в Украине. Марат Александрович, слышите нас? Добрый вечер. Да, да, слышу. Можно просто Марат. Марат, значит, смотрите, позвали вас в связи с вашим недавним рассказом про вашу встречу и вашу беседу с Владимиром Лукиным, одним из советников, сотрудников президента России. Он уже, по-моему, не омбудсмен больше, не представитель президента по правам человека, но, как говорится, в кремлёвских кругах остался. Это многие, многие, наверное... Извините, я просто хочу напомнить, многие читали, наверное, этот материал в украинском журнале «Новое время», этот журнал, который, по сути дела, там, наследует корреспонденту, команда бывшего, старого корреспондента во главе с Виталием Сычом, простите, делает этот журнал. Ну, очень интересный материал. Вот скажите, вы, так честно, положа руку на сердце, вы подставили господину Лукина, рассказав этот доверительный разговор, или он вам всё это рассказывал, рассчитывая на то, что вы озвучите это через прессу? То есть, с его стороны, это был, как говорится, сознательный слив. Ну, нет, это была случайная встреча, и она была, там, в присутствии нашего общего товарища, руководителя российского мемориала. Вот. И я просто под конец разговора так немножко удивился какой-то метаморфозе, которая с самим Лукиным произошла. Вот. И, ну, огорчился даже немножко. Вот. Так что, скорее, да, наверное, я его как-то... Суть того, что он вам сказал, что было самое, на ваш взгляд, важное, Марат? Ну, вот, для себя я понял, вот, как бы, ну, всё-таки я, значит, живу в России, гражданин России. Вот. Для себя я понял, что те вещи, которые нас волнуют, например, что президент России нарушает Конституцию, что он, там, пускает наши войска в Украину без всяких, как бы, ну, без объявления войны, что их это вообще не волнует, что они, если раньше они жили в такой геополитической реальности, то есть, вот, там, интересы Америки, там, интересы Европы, значит, НАТО, то теперь они живут, как бы, в исторической реальности. Они... он мне говорил о том, когда я говорил, что, ну, вот, как же... Как же так, там, сегодня, для российского обывателя нет, как бы, худших, чем украинцы, то есть, вы, как бы, разрываете связи между народами, и как вы собираетесь потом восстановить их? Он мне так сказал легко. Марат, ну, что такое? Смотри, англичане с французами сто лет воевали. То есть, они находятся в такой... то есть, они уже творцы истории, им уже не только наша внутренняя политика, не только наша внутренняя экономика, как бы, не интересует, они, значит, творят вот эту... Ну, хорошо, а что Лукин вам сказал про цель? Вот какая цель? Чего хочет Путин? Чего хочет Россия? Ну, скажем, не Россия, а Москва, Кремль. Режим, который находится власти. Вы знаете, я там очень точно все описал, я даже не знаю, да, я даже не знаю, что можно добавить. А вы повторите, потому что просто многие не читали, и это простительно. Ну, первая позиция была такая, что никакая ДНР, никакая ЛНР Путину не нужны. Более того, не дай бог, случилось бы отделение этих территорий от Украины, это бы Путин считал для себя поражением, потому что тогда он полностью проиграл Украину, куда, знаете, которая, естественно, сразу же становится таким очевидно, ну, как бы, враждебной страной. Евгений, мы должны... Они не нужны, я... Сообщают режиссеры, что у нас есть связь с жительницей оккупированного города, Светлана из Первомайска. Давайте с ней поговорим. Нет, подожди, давайте закончим. Она вышла с нами на связь на три минуты. У нее разряжен телефон. Давайте поймем. Извините, у нас здесь форс-мажор. Мы вернемся. Это человек, чьего звонка мы ждали последние два часа. Это Светлана из города Первомайска. Поговорите со Светланой. Здравствуйте, вы нас слышите? Добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что делать обычным мирным украинцам из города Первомайска, Луганской области, которые вот уже второй месяц, а именно 45-й день, находятся под ордериями, так называемой ЛНР, там, приезжающей в Луганской области, на дворде, которая стоит в обороне соседней попастья и других подчинках. Первомайск уже разрушен более чем на 90%, и люди второй месяц лежат в подвалах. Что же им делать? Когда же все это прекратится, наконец-то? Светлана, у меня к вам такой вот простой житейский вопрос. Как вы выживаете? У вас, ну, извините, хотя бы поесть. Есть что? Я уже молчу о свете и других благах цивилизации. Ну, понятно, электричества нет. Как я уже говорю, 45-й день, хотя где-то на окраинах поселков есть. Воды нет, глазок, травы. Абсолютно ничего не работает, нет хлеба. И выживаете только его ресурс. У нас есть частный сектор. И просто люди друг с другом делятся. Те, которые в подвалах сидят или в убежищах городских, им кушать практически нечего. То есть они надеются на вот такую взаимоположность своих же жителей своего же города. Светочка, спасибо вам. Спасибо вам огромное. Мы очень за вас переживаем, очень за вас волнуемся. Держитесь, пожалуйста. Извините, что мы прервали этот разговор с Маратом. Вот просто после такой истории, как можно думать о вечном? Нет, о вечном никто не собирается думать. У меня к Марату очень конкретный вопрос. Мы можем, так сказать, опять переключить на студию, в которой у нас на связи из Москвы Марат Гельман. Все-таки вот конкретное, что хочет Путин, что хочет кремлевский нынешний режим? Какова его цель? Да, первое... И зачем ему это примирение, прекращение огня и нынешние переговоры? Вот я сначала изложу то, что говорил Лукин, а потом, может быть, прокомментирую свое понимание, зачем. Да, пожалуйста. Второе, он говорил, что войска ввели российские ровно в той мере, чтобы Порошенко понял, что он никогда не сможет получить военную победу. И что он должен садиться за стол с переговорами с теми людьми, которые есть. Вот он их называет террористами, он говорит, что они никто. Вот с ними именно надо садиться за переговоры. И в этом смысле можно считать, что он своей задачей добился. Дальше, если говорить о целях, то цели две, значит, это не вступление в НАТО и то, что Лукин назвал синхронной европеизацией. То есть мы тоже хотим в Европу на самом деле, и никакого другого альтернативного пути у России нету, но мы хотим это делать вместе. А сама по себе, значит, ЕС не волнует. Ну хорошо, а Ваш комментарий ко всему этому? Ну, мне кажется, что для Путина успех Украины – это тотальное поражение. Потому что есть ли люди, которые жили достаточно долго в одном государстве, где, в общем-то, похож менталитет, и есть большая общая история. Если эти люди в двух разных государствах, одни добиваются каких-то успехов, допустим, с помощью Евросоюза, а другие попадают, ну, как бы, в прошлое, в XIX век, что происходит с Россией, да, то для всех граждан России Украина предстанет таким зеркалом, как могло бы быть в России, если бы не было, условно говоря, вот этой путинской власти. То есть для него вообще само существование и какая-то позитивная, хорошие новости из Украины, для него это плохие новости. Ну хорошо, а вот нынешнее прекращение огня, которое объявлено, оно, судя по всему, не очень соблюдается. Ну, на Ваш взгляд, это что? Поражение, победа, тактический шаг со стороны Порошенко? Ну, нынешнее, ну... Как Вы это сами увидите из Москвы? Я считаю, что Порошенко, это не поражение, конечно, потому что вот в ситуации, особенно в предвыборной ситуации, он нашел силы, и люди, ну, не умирают, да? Так что ни в коем случае я бы не рассматривал это как поражение, тем более, что если бы Вы наблюдали, как истерят сейчас сторонники вот этой Новороссии или там русской весны, как они говорят, что всё, конец, всё пропало, значит, надо начинать с Кремля, как бы строить Новороссию, то есть сначала... То есть у Вас ощущение, что они не рады? Они просто, ну, просто реально истерят. То есть это реальная истерика. И она направлена против Путина больше, чем даже против Порошенко. Я думаю, что вот то экономическое лобби, которое существует и которое оформилось за последний, может быть, месяц-полтора в Кремле, оно объяснило Путину, как медленно, но не очень медленно, там, через год, через полтора, как экономические санкции повлияют на нашу экономику. Ну, как говорится, Марат, во Вашими устами бы да мёд пить. Извините, сейчас у нас спутник, как говорится, может оборваться. Мне бы не хотелось, чтобы, знаете, в любую минуту Вы просто пропали с экрана. Спасибо Вам большое. Марат Гельман был на связи из Москвы. Спасибо, что пригласили прийти к нам в толь поздний час. Евгения, Евгения, мы можем проверить, стреляют ли в Донецке. К нам дозвонилась жительница Донецка Людмила. Она так, по крайней мере, представилась. Сейчас она на телефонной связи, давайте с ней поговорим. Давайте. Людмила, Вы нас слышите? Здравствуйте. Это программа «Чёрное зеркало.Интер». Да, я вас слышу. Люда, скажите, стреляют ещё в городе или нет? Вот на данный момент. На данный момент. Те три района, что я могу слышать в пределах моей слышимости, абсолютная тишина. А это центральный район города или подступы к городу? Это центральные районы города. Однако на 6 часов обстреливался Петровский район. Ровно в 18.00. Люда, мы вот здесь в студии спорим с политиками, спорим с военными, которые приехали из зоны. А то нужно ли нам это перемирие или, по крайней мере, прекращение огня? Вам, как жителю Донецка, который не знает, наверное, грубо прозвучит, доживёт ли до вечера. Это перемирие нужно или нет? Нам нужно не перемирие, нам нужен мир. Мир в составе какой страны, Людмила? У каждого, это каждому конкретный вопрос. Мир для меня в составе Украины. Спасибо, Людмила. Надеемся, что таких, как вы, много. Держитесь, пожалуйста. Спасибо. Помогите, пожалуйста, Алексей. Вам микрофон нужен. Нам важно узнать, и мы уходим в сторону, нам важно узнать, что сказал и что подписал Порошенко. Мы реально там, на войне, понимаете? Мы рискуем своими жизнями. Когда мы даём данные нашей разведке, нашего взвода и говорим уничтожить... Слушайте, вас как зовут? Алексей Цепко, 5-я рота. 5-я рота. Батальёт Депр. Батальёт Депр. Вот скажите, пожалуйста, Алексей, а вы сами к чему склоняетесь? Что нужно всё-таки продолжать войну? Или всё-таки нужно какое-то перемирие хотя бы тактическое? Разговаривать. Но прежде всего, когда едет президент, у меня вопрос очень убедительный к дипломатам в дипломатической школе. Она не работает. Где Франция, где Англия, которые подписали с нами договор о том, что они будут в случае войны. Буддафешский меморандум. Да, где это всё? Поэтому едет Порошенко, и он не говорит, о чём разговаривать. Мы сейчас дипломатом спросим. Шесть собираются батальонов и нас расстреливают. Так подождите, давайте разберёмся, кому это выгодно. Алексей, но вы не ответили всё-таки. За перемирие? За перемирие сейчас? Или за продолжение боевых действий? Любой мир лучше войны. Поэтому, пускай лучше сейчас, пускай болчат, а мы будем искать причины вот эти вот у президента. Мы спросим у президента, ведь он гарант каждой жизни нашей, каждого человека в Украине. Если погибать, вот человек несколько раз говорил о Израиле, Израиле. Да в Израиле за одного человека войну начинают. А у нас реально тысячи ложатся, даже уменьшают. Андрей даже не сказал, что сколько людей погибло. Скажите, сколько людей погибло. Скажите, сколько человек погибло. Правильно тех, кто в цена. Я прошу прощения, я хочу сказать одну вещь. В Израиле человеческая жизнь гражданина Израиля действительно бесценна, вы правы. Более того, за Гелада Шалита, украденного сержанта израильской армии, было отдано тысяча террористов. Тысяча за одного. Причём среди них были... С двумя пожизненными, с тремя. Я хочу сказать одну вещь. Что на сегодняшний день, на сегодняшний день мы не знаем условия переговоров. Я разговаривал сегодня с Матром Ярошем. Он сказал фразу. Он сказал фразу. До того момента, пока не будут озвучены условия, на которых сейчас хотят дальше продолжение этих переговоров, мы не можем двигаться. До этого времени мы не можем оценивать ситуацию. Да, перемирие в данный момент это на благо Украины. Мы можем стратегически и тактически восстановиться, отступиться и подготовиться. Более того, возможность обменять пленных, это одна из самых главных. Но мне хотелось бы, чтобы ещё некоторых пленных не забывали. Что у нас с Надей Савченко, что у нас с Сенцовым, что у нас с Корпюком. У нас есть люди, захваченные и вывезенные в Россию. Это тоже пленные. И давайте их возвращать этим-то образом. Это граждане Украины. У нас всех вопросов о погибших. Цифра. В нашем информационно-аналитическом отделе каждый день мы получаем информацию от всех министерств, от которых люди берут участие в зоне АТО. На сегодняшний день мы получили цифру 786 человек. 3229 человек получили поранения разной ступени. Андрей, сколько погибло под Иловайском? Значит, под Иловайском операция с выводом всех наших войсковых звездов, в том числе полоненых, не завершена. Поэтому мы не можем сейчас сказать про то, какие четко есть цифры. А чем это повредит нашей армия? Объясните, пожалуйста. Я вас не зупинял. Дякую. Мы осознаем, что не все цифры надаются нам в полном обсязе. Потому что есть люди, которые без вести пока что находятся. Мы не знаем ни командиры, ни штаб АТО, не знают, где они сейчас находятся. Есть цифры полоненых. Но они также... Без вести. Сколько примерно вот эта цифра? Сколько без вести? Сколько пленных? Позавчора мы получили цифру, первый список из 200 людей, которые находятся сейчас в заручениях у террористов. Инший список, который тот же Захарченко обещал передать нам, мы еще не получили. Поэтому у нас нет точной цифры, сколько сейчас в полоне находятся. Мы осознаем, что есть люди, которые погибли и находятся в зоне боевых действий на территории, которая тем временем контролируется террористами. Мы их не можем пораховать с понимаемых причин. Их не убирают. Они находятся на месте. Мы готовы их зайти, забраться. Но террористы также, кажется, до таких заходов, как торговать телами наших хлопцев. Вы понимаете, в чем дело? Тут же сказали, что за гроши не передают людей. Продают людей за гроши. И чтобы вы знали, и мамы, и батьки приезжают и выкупают у террористов хлопцев, которые убили и не валяются там. Сколько таких случаев? Слава Богу. Случаи сейчас стоят или нет? А теперь далее. А теперь далее. Чтобы вы понимали, у нас идея не одна война. Простите. Не один фронт. У нас слишком много вы хотите от пресс-секретаря СНБО. Дозвольте, я скажу. У нас сейчас три фронти. Первый фронт, там, где и вы были, и там, где же сейчас наши хлопцы находятся. Другий фронт, это информационный фронт. Это тоже очень мощный фронт. Сброя, которую использовала Российская Федерация, против нас, против всего мира. Они работают, если вы не знаете, 29 миллионов евро. Они витратили на открытие только телевизионной редакции Live News в Франции. Срава в том, что, именно так, наша победа может быть только в том, что мы даем конкретную, официальную, правдивую информацию. Если у нас нет какой-то цифры, мы про это прямо говорим. Мы будем складывать и выставлять списки тех людей, которые исчезли. Далее. У нас есть еще третий фронт. Это дипломатический. Чтобы вы понимали, президент Украины, как раз, на этом фронте, можно сказать, отримал великую победу. Нас поддерживает почти весь мир. Мы уже имеем уверенность в том, что мы можем отримать не только нелетальную оружие, мы можем отримать уже летальную оружие и высокоточную оружие. Извините, я уже есть. Я вырву Олег Волошин, сейчас прокомментирует все эти успехи. В общем, Олег Волошин будет комментировать к вопросу о том, как поддерживает нас сегодня весь свет. Вот, просто хочу обратить внимание всех на заявление президента Чехии Земана. В Украине нет российского вторжения, несколько сот добровольцев. Это не российское вторжение. Это называется память коротка у президента Чехословакии. Это русская проститутка, пророссийская проститутка. Побежать, что вы сказали. Это просто, хочется напомнить, где мы сходили в демон, в 68-й год, если промочить. Чилистанки, без Чилистанки раздавили пражскую весну. Мангурты были, есть и будут. В Украине есть и в Чехии есть. И не надо их цитировать. В Чехии достаточно большое количество людей говорит, да, наш президент мудак и алкоголик. Все, не надо это повторять. Давайте держаться в рамках парламентской лексики. Пожалуйста, пожалуйста. Ну, во-первых, я не хочу тут ни в коей мере защищать Запад. Например, вы знаете, что по состоянию на сегодня не существует военного плана НАТО по обороне Прибалтики. Его в принципе нет. То есть НАТО приняло в свои ряды страны Восточной Европы и никогда не планировало в военном отношении их оборонять. Там нет ни единой базы серьезной. И только сейчас они начали чухаться и думать, что мы будем делать, если завтра российские танки пойдут на Таллин или на Ригу. А мы хотим, чтобы они нас защищали. То есть нужно прекрасно понимать, что то, что Россия оказалась... Это при том, что эстонцы, латыши, литовцы чуть ли там не умоляют. Ребята, давайте решать проблему нашей безопасности. НАТО последние 20 лет занималось такими операциями, как Афганистан. И поляки тоже. Они не готовились к войне с Россией. Я глубоко убежден, что если сегодня началось бы вторжение российской армии в Евросоюз, они дошли бы до Германии за неделю. Только потом бы подтянулись американцы и так далее. Потому что все американские базы находятся в Италии, в Испании, в Германии. Нет ни одной базы к востоку от Германии. То есть поэтому ждать от Запада каких-то чудес сегодня это глупость. Нам нужно... Вопрос вам. Нам нужно принять реалии, обеспечить перемирие и сохранить действительно жизнь. Потому что ждать, что Запад, который себя защитит, не может нас защитить. Это абсурд. Вопрос следующий. Просто есть определенные международные нормы и куча всего. Мы видим, когда говорят о судьбе нашей страны, говорят за закрытыми дверями. А разве это сложно просто поставить там веб-камеру, чтобы все жители понимали, о чем они говорят? Это просто смешно. Серьезные дипломатические переговоры не ведутся на Майдане. Понимаете? Серьезные дипломатические переговоры ведутся за закрытыми дверями. Так они велись. 500 лет назад, 30 лет назад, год назад и два года назад. Через столько десятилетий мы сможем узнать, о чем говорили в Минске. Вы слышите, профессионализм. То есть и так же, как война не ведется на ток-шоу. И мне тоже, мы первая страна, которая на ток-шоу ведет войну. Мы обсуждаем, каким образом руководить батальонами, полками на ток-шоу. Это абсурд. В Израиле так никто не управляет. Не приходят представители батальонов, не критикуют генеральный штаб. В Израиле на ток-шоу. Олег, спасибо. Владимир, я обещал Владимир. А, Владимир, да. Давай секунду, на секунду. Я возобращаю еще раз по поводу Израиля. В Израиле. Конкретно дипломаты, политики. Именно вот эти люди приняли нас. В Израиле? В Израиле. Алексей, услышали. Услышали вашу точку зрения. Услышали. У меня здесь, в связи, нет. Я хочу вас поправить. В Израиле очень громко обсуждают ошибки, совершая в момент военных операций. В Израиле газеты публикуют реальные факты. Более того, обсуждение многих вопросов происходит публично. Есть определенная цензура, которая говорит, с этого по этот период запрещено публиковать информацию. Есть. Но это очень ограничено на определенный период. Борислав, наоборот. Там очень, очень большая государственная цензура. Цензура есть. На такие факты. Нет, по поводу армии, вот это как раз интересная вещь. Армейская цензура только по определенным информациям. Потери официально публикуют. Это я знаю, что это правда. Причем каждый день. Борислав, я работал корреспондентом в Израиле. И я имел дело с военной цензурой. Они есть. Вот вы едете, снимаете в районе боевых действий. Показываете, вас отсматривают. Потом отсматривают кассету и могут эти кассеты вам не вернуть. И заранее об этом, кстати, предупреждают. Да, но Израиль идеальный опыт для нас. Я объясню ситуацию. Мы живем сейчас действительно с варваром под боком. Надо привыкать к этому. Он не исчезнет завтра, послезавтра или через год. Он достаточно долгое время будет. Я извиняюсь, я знаю, что вы россияне, но извините, такова ситуация. На сегодняшний день Россия варварская страна. Не цивилизованная и агрессивная. Я родился в России, скажем так. Чему я говорю? Ну, мои соболезнования. Но это не мешает остаться нормальным человеком. Так вот. Ну, спасибо. В Израиле были ситуации, когда миллионная армия доходила до Иерусалима. И тогда Израиль смог остановить эту армию и отбить ее. Затем были разные истории. Были шесть воин, которые Израиль выиграл. Маленькая страна с помощью своего народа выиграла. Украина не маленькая страна. И народ ничем не хуже. И выиграть Украине под силу. Нужно остановиться. Восстановиться. Нам почему готовиться к десятилетиям войн? Нам? Ну, ближайший год-два точно. Я хочу сказать сразу, чтобы не было ни у кого оптимистических настроений, что завтра мы победим. Нет. Завтра мы не победим. Форсиологи говорят, что сейчас в украинском обществе как раз такие настроения господства. Нам на самом деле нужно понимать, что Россию можно победить. 15% говорят, что надо готовиться к долгой войне. Мировыми санкциями и свинцом. Кормить надо и первым, и вторым. Понятно. Господин Владимирович, извините, как не даем сказать. Спасибо. 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 За кордонных справ могу сказать. Ну, по-перше, давайте мы не будем звертать на ту шизофрению, яка зараз леця из Кремля. Потому что, насправді, є інша сторона медали, про яку вони не говорять. У Росії закінчиваются ресурсы. Это первое. И второе. Та кількість загиблих, яку вони отправляют сьогодні по російським глубинкам, різным по областям, уже навіть пропаганда Путіна не може приховати. Да вчера, между прочим, уже на российских государственных каналах потихонечку начали открывать этот краник. Уже показали одни похороны, и уже рассказали об одном десантнике, правда, который там добровольцем якобы пошел. Ну, это уже означает, что там тысячи. Там уже тысячи. Вони зустріли в Украине спротив, набагато сильнейший, ніж вони зустріли в Чечне. И, крім того, Путин абсолютно чітко розуміє, если он сунется дальше, он получает такую партизанскую войну, чем завгодно, даже дробовиками и обрезами мисливскими, что там уже будет не десятки, а сотни тысяч, а вся российская армия, это близко одного миллиона, включающие толовиков. Это первое. Можут Путіна бояться схидние европейцы, потому что Чехии памятают, так же словаки, угорцы, и саме сегодня Милош Земан, до речи, президент, який краде ручки на підписание міждержавных документов. Мелковато, как было. Да, но это было видео, да. Роберт Цицо, премьер-министр Словаччины, а, чи Орбан, премьер-министр Угорщины. Да, там у них тоже есть своя история. Там есть свои войны. 56-й год тоже совсем забыли. 56-й год, российские, радянские танки в Будапеште, все это, они, как бы, забыли, но сегодня их подготовят. Мы должны понимать, люди, ну, есть в Европе коррупция также. Я вам могу навести пример. Я есть членом парламентской делегации Украины в парламентской ассамблеи Ради Европы. Мы зловили нашего лидера, фракции Европейской народной партии, одного из испанского депутата Педро Аграмонта, на подвийной игре, когда он сначала выступает на поддержку Украины, а потом подписывает документы, чтобы снять санкции за... А слушай, ну, самый в последующем случае эта история с бывшим канцелером ФРГ Єхардом Шрёдером. Абсолютно, но она давняя. Я вам говорю про новую. Ну, тем не менее, вот это, как говорится, bigger than life. Евгений, всё-таки давайте я хочу немножко извинить тему. Давайте поговорим с нашим... Извините. Спасибо, мы вас услышали. Давайте поговорим о тех российских наёмниках и служащих российской армии, которые сейчас воюют на востоке Украины. Это Евгений Испирин, наш сотрудник, который умеет отслеживать... Человек, который сидит в студии. Который отслеживает, да. Который отслеживает людей по их мобильным телефонам. И он нам может сказать приблизительно, какие объёмы этих людей засланы на восток. Он делает колоссальную работу. Я хочу сказать, что у Евгения есть специальная программа. Давайте пусть Евгений просто расскажет, как он это делает. Женя, механизм поиска. О том, что российские солдаты, несмотря на перемирие, пока я шёл сюда, я нашёл ещё несколько человек, они очень любят Инстаграм. Как это ни странно. Это очень простая программа. Вообще, надо бы её дать на экран, я думаю. Она построена следующим образом. Это просто карта. Вы, собственно, нажимаете на любую точку местности, и она показывает вам все чекины, то есть все фотографии в радиусе 5 километров, сделанные в этом месте. Вот один из таких парней. Мы просто нажимаем на те места, где могут быть российские военные. Это, конечно же, граница с Украиной. Мы всегда попадаем. Ну и места, где ведутся активные боевые действия. Вот Камин Шахтинский. Ну, я просто для удобства это уже сделал. Вот мы видим некие ритвины, последние снимки. Мы нажимаем и переходим на Инстаграм. А мы можем на экран это показать? Ну, то что... Навряд ли, по-моему. Навряд ли, да? Не получается, извините. Ну, тем не менее, поверим вам на слово. Зрители видят. Зрители видят. Отлично. Студии не видят, понятно. Да, конечно. Мы просто переходим на Инстаграм этого парня. Это некий... Ну, вот у него ник 018H. Это нам ни о чем, конечно же, не говорит. Мы видим какие-то ритвины, непонятные, что это. Дальше мы просто берем приложение Инстаграм мобильное и находим его там. По нику. Дальше в мобильном приложении есть такая штучка, как геолокация. Женя, Женя, вы закончите немного позже. У нас есть на связи один из бойцов, который принимал участие в боях на Востоке. Режиссеров, я попрошу сообщить мне, кто это и слышит ли он нас сейчас. Кто конкретно с нами на связи? Алексей. Да, я вас слушаю. Алексей, командир батальона. Киевская Русь, батальон. Алексей, здравствуйте. Вы нас слышите? Да, я вас слышу, здравствуйте. Алексей, ну мы ждем от вас в первую очередь самую последнюю информацию о том, что вы сейчас видите. Прекращен ли огонь? Стало ли легче? Да, огонь прекращен. Если сказать так, что стало ли легче? Стало легче. Только практически, а теоретически ожидание очень тревожное, потому что мы не знаем, что будет потом. Алексей, а перемирием вы довольны этим прекращением огня или нет? Вы как человек военный, который воюет. Вам оно нужно? Или если да, то для чего? Ну и ваш прогноз, если возможно, насколько это будет долгосрочным, это перемирие, прекращение огня? И какой вы видите вообще перспективу этой войны? Есть ли у нас силы, в частности у вашего батальона, воевать? Хватает ли вам задора, боевого духа и вооружения, естественно? Ну, чего-то хватает, чего-то не хватает. Духа хватает, узора хватает, вооружение, конечно, не хватает, чего-то, мероприя-то есть. Вот. Но, я не знаю, это сам подход, сам подход, потому что, как вам сказать, один батальон в этой войне ничего не решает. Решает комплекс, комплекс мероприятий, военных мероприятий, потому что один батальон не решает всю ситуацию. Алексей, мы в этой студии... ...государственные, ко мне вопрос, это было скорее всего генеральному штабу. Понятно. Алексей, мы в этой студии спорили о потерях, которые несет наша Украина на Востоке. Вот у вас, в Киевской Руси, вы можете сказать количество погибших, раненых или взятых в плен? Ну, я хочу сказать, что я могу принцем назвать, это не совсем, чтобы сидеть на информацию. Один, что у нас трое. Раненых больше 30, пленных нет. Поэтому у нас ситуация более-менее лучше. Но другие части похвастаться, какой ситуации не могут, к сожалению. Я не могу назвать какие, но потерь гораздо больше. А, Алексею, коллеги, вопросы есть у кого-то? Да, пожалуйста. Я так понимаю, что военврач даже хочет задать вопросы. На сколько вдаётся своёчасно надавать медичную допомогу вашим бойцам? И на сколько поставлена служба медической эвакуации? Потому что я под Илловайским, под Старобешевым стыкнулся с великими проблемами стосовно моих бойцов. Ну, я могу сказать, что в нашем батальоне и в центре, в котором мы переходим, все питание поставлено нормально. Я считаю, что у нас есть достаточно количество автомобилей, достаточно количество специалистов, медиков, которые, получается, у кого-то раненых направляются в спиталь. И, в принципе, нормально. Тем паче, что у нас батальон достаточно неправильно выпускается медикаментами, которые волонтеры нам заводят. Поэтому у нас ситуация непогана. То, эта ситуация не так. Хорошо, спасибо. Спасибо, Алексей. Спасибо, Алексей. Держитесь. Спасибо, что вы вернулись с нашим компьютерным гением. Женя, мы закончили на том, что с помощью этих фотографий вы видите данные, которые пользователи вводят в сеть, да? Да. Вот, например, этот наш парень прекрасный. И это 5 сентября. И вот мы видим чудесные, чудеснейшие установки 3 сентября. Что ж такое? Ничего мы не видим. Секунду. По геолокации мы нажимаем и видим перемещение этого парня. А где мы видим, что он российский военнослужащий? Прости. А сейчас я вам покажу, где мы видим. Вот, значит, он едет у нас из республики Ингушетия. Он чекинется всю дорогу. Всю неделю он чекинется, чекинется, чекинется. Вот на эту камеру показывает, Евгений. Пожалуйста. Из Ставрополя он едет и доезжает прямо до Ростовской области. Жень, на камеру, пожалуйста. На камеру. Зрителям тоже интересно. До Ростовской области. И вот мы видим 8 фотографий, сделанных уже в Ростовске под Каменско-Шахтинским. Здесь он на границе. И мы можем определить вплоть до точки, где он фотографировался. И вот, пожалуйста. Немножко тормозить. Евгений, вы только что лишили всю российскую армию пользы. Вот, я просто покажу здесь. Здесь видно. Вот, пожалуйста. Установки залпового огня «Град». Вот его видео, то есть, как они стреляют с границы. Вот их лагерь, то есть. Окопанные танки. Это 3, 4, 5 сентября. Какое перемирие. Так, а вопрос. Сколько таких, сколько таких вот героев можно найти с помощью вашей программы? Я был в гостях, скажем так, я был в расшивании российских десантников, которые были на нашей земле. Я мав спілкувание с их офицером старшим. Завдяки цему спілкуванию мені дозволено было вивезти поранених, зібрати на поле боя. После того, как мой транспортер переднего края Луаз подорвался на мине, и у меня там было уже 8 поранених. Мы выпали, в певный час были без сведомостей. В один и через четыре з'явился российский офицер. Я, маючи посвящение Червоного Христа и прапор Червоного Христа, жилетку, вийшов и разговаривал с ним. Представившись працівником Червоного Христа, хотя сказал, что я полковник, но я лекарь, я сейчас тут должен собрать поранених. Он это позволил. Я собрал поранених на всей площади по селу Новокатеринівка и привозил их в расшивание, которое было прикрите, просто удобное было место. Где стояли по периметру их десантные боевые машины десанта. И мы много общались после этого. Это были реальные десантники, это была строковая служба, это были переляканы солдаты строковой службы, которые трусились, когда начались какие-то боевые действия. И это был настоящий офицер, мужчина, с которым мы могли открыто говорить. Я мог открыто отстойвать свои позиции, рассказать, почему мы здесь и что мы делаем на Донбассе, военные, украинские, милиционеры. И я могу сказать, что он помогал сберегти меня этих поранених, помогал сберегти життя людей, которые были в этом секторе. Он сказал, пока вы в моем секторе, вы в безопасности. Он позволил мне забрать по всей площади, в том числе в селе. Стосовно втрат, мы не будем знать, и я хочу поддерживать речника РНБО, потому что реальных цифр мы не можем знать. Дуже много хлопцев, которых мы считали убитыми, они переховываются сейчас в хатах, потому что местное население, как бы там ни было, Новая Катеринка, вообще интересное село, там разбавляют граждане. Они ховаются там, их подготовили, их поили, им давали медикаменты. Большинство были вывезены в Россию и повернулись. Простите, пожалуйста, что я вас прерываю, просто вы друг другу не противоречите. Ваш рассказ очень важный, очень важный. Ваш рассказ очень важный, нам помогли. А тут речь идет о том, что в режиме реального времени, я так понимаю, вот сейчас можно определить российских солдат, которые находятся включенными интернет на территории. Мы определим воинскую часть. Вот наш товарищ Антон Коваль, который служит в Самаре, по улице Учевской, 46, воинская часть 65-349. Вот его фотографии. Это надо участвовать. И он сейчас на востоке Украины, да? Да, он сейчас, он ехал, мы проследили в Суму Катеринку. Вот у меня вопрос к Диме Еловскому, это наш Олеся из Суму Катеринка. Они все ушли в Суму Катеринку. Митя, в Москве об этом говорят или нет в России? В Москве знают о трупах. В интернете. В интернете это единственная площадка, где это можно обсудить. Об этом, как правильно сказал Евгений, начали, открыли крантик, стали говорить. Немного по ТВ, но добровольцы. Все это как бы абсолютно чисто. Вот эта технология про, значит, трекинг в Форсквере, в Инстаграме и в этих чекинах, да? Я уже сейчас могу сказать, какая будет реакция в России там завтра или послезавтра на эти заявления. Это уже откатанная технология 2012 года, когда во время выборов публиковали фотографии, видео, вбросы в бюллетеней. Что говорила власть? Это снято на деньги госдепа в голливудских студиях. Нету такого. Все подделка, все фейк. Это вражеский Форсквер, чем вы опысливаете? Мне, как украинцу, абсолютно по барабану. Что об этом подумают в России? Потому что нас не интересует, что подумают в России. Сергей, вы не правы. Протестное настроение в России это то, на что нам нужно молиться. Чтобы по-настоящему разжечь протестное настроение в России, я думаю, что... Дмитрий, это абсолютно... А мы не одинственное протестное настроение в России, почему она на это не говорит? А реально, я думаю, что это коллический угар, который сейчас происходит, который очень быстро сменит очень суровое и жесткое похмелье. И оно настанет, оно настанет совсем скоро. Из Афганистана приходило гораздо больше трупов. И никто в Советском Союзе не выходил на улицу и не кричал, остановите сторожение в Афганистан. Не было это. Так вот, в Советском Союзе свободы было больше, чем сейчас в России. В современном Советском Союзе тоже много чего изменилось. И в России тоже. И в России тоже. Борисов, вы преувеличиваете. Вы преувеличиваете. Это очень опасная ситуация. Было лет, когда началась Афганская война. Я знаю, сколько мне было лет, когда она закончилась. Сколько? Мне было тогда 14 лет. Ну, значит, немножко помните, да? Не просто помню. Я помню, как приходили цинковые гробы. При всем уважении вспомните российскую историю. Всегда в России революции происходили только тогда, когда падал государь. Не из-за революции государство падало, и государь падал. Подождите, на самом деле, февральская революция началась из-за того, что всего на 5 копеек подняли цену на хлеб. А с государем все было в порядке. Он находился у себя в ставке под Могилевым и не собирался совершенно падать. Ситуация получается, как будто, знаете, в Украине люди рождаются с резидентом Яроши. В Украине, может быть, не Российской Федерации, а о том, где мы сейчас живем. Александр Александрович, я прошу прощения. Это сейчас слишком массовое... Борисов, я прошу прощения. Когда мы обсуждали субъектность Украины в рамках международного договора, в международном сообществе, мы забываем о том, что мы субъектны тогда, когда мы сами для себя субъектны. То есть мы пытаемся свалить, как нам относится НАТО, как мы выглядим в чьих-то глазах, кто мы для себя. Давайте поговорим о том, что... Господин Высенко сказал одну очень важную фразу, мы ее не заметили или не обратили внимания. Шестеро высших чиновников Генштаба отстранены. Не арестованы, им не предъявлено обвинения, то есть отстранены. То есть люди гибнут за то, что... Что кто-то отстранен. Корректно. Поэтому давайте обсуждать следующий этап. Военное положение, война или нет. Расстрел за подобные вещи. За доказанное преступление, либо за преступление, приведшее к жизням. А Андрей, подождите, сегодня пытается отмолчаться. Наконец-то сам потребовал... Друзья Дисновна, для того, чтобы так сурово, как Вы кажете, ставить до стенки зрадников, нужно, чтобы был введен в страну, наконец-то, военный стан. Вы сами уже сказали, что это не АТО, а что это война. Если это война, то это предпочитает определенную правовую безопасность. То есть я хочу сказать, что Петро Алексеевич классный дипломат, мы это признаем. Но он должен стать классным главнокомандующим. Он должен быть более решающим и жестким. И мы ему про это не один раз сказали. Треба, наконец-то, подписать украс про ставку Верховного Главнокомандующего. Чтобы действительно у нас был один лидер, как нам сказал военный эксперт. И это нужно делать сейчас. Готоваться, действительно, после перемирия будет снова война. И Вы должны говорить правду людям. И не нужно бояться не военного станка. Не нужно бояться людям правду говорить. Ну, сколько можно вот так вот полутонами это сказать? Люди все зрозумели. То есть Вы за введение военного положения, правильно понимаю? Это давно нужно было сделать еще в квитне месяце. И еще одно. А выборы как? Как выборы? Послушайте, государственный деятель думает про будущее детей нашей страны. А не думает про ближние выборы. Какие нафиг эти выборы, критинги, кому они нужны? Если мы в жопе, если мы в жопе будем мурить окопы под Киевом. Какие нафиг выборы? Выиграть войну, потом все иное. Еще я вот не хочу сказать. Есть реварка моего коллеги, который... Я не буду говорить вопрос, потому что в народе... Мы же говорим правду, да? В народе говорят, что воскресчина отстаивает необходимость введения военного положения, потому что боится проиграть выборы. Вот и все. Фигня полна. Ну, Вы таким образом защищаетесь. Ну, вот, это та же правда, про которую говорят. Павел Игорь, давайте продолжим. Я завершу. Параду. И вот в той час, когда шли там переговоры Кучмина с Розумиловским, в этот час, вот, много засобей массовой информации просто замовчало. В Киеве возбудились сборы инициативных групп, больше трех тысяч делегатов из всей Украины, про то, что нужно проводить референдум до вступа Украины до НАТО. Прийнято решение проводить эти сборы. Сейчас СВК выдаст протокол, сберемо три миллиона подписчиков. И 26 жертв, вместе с этими перевыборами, наш народ скажет, что он хочет до НАТО. И это будет очень сильный аргумент и сигнал. И для наших европейских партнеров, и для открывающих НАТО Украину не ждут. Чтобы он знал, генеральный секретарь НАТО сказал вчера, что двери НАТО для Украины открыты. Открыты, но выйти туда не так просто. А вот референдум скажет, чего хочет украинский народ. Вы знаете, я вам скажу так, из Сирии выпьет ли лошадь ведро водки? Выпьет ли она, выпьет. Кто же ей даст? Ну, дружи, не треба с беседовозным референдумом. Ну, послушайте, все знают прекрасно, что не примут страну в НАТО, если у страны является пограничный конфликт. Выборы можно тянуть и спокойно подготовиться к нормальному. Я понимаю. Слушайте, что до наших спекуливали на выборы, есть законопроект нашего коллеги из Батьковщины Кожемякина про особенности проведения выборов подчас военного стану. Все это можно отрегулировать. А было бы Божраль, который с 48-го года, с 15 мая 48-го года, все время практически в состоянии войны находится. Там военное положение введено? Нет, они воюют, защищаются, побеждают, проводят выборы, параллельно иногда, кстати, проводят. Кстати, а что еще тут я скажу? Я говорю, что, а может быть, просто воевать не объявляя военное положение? Просто другую политику проводить? Военное положение даст армии певное правовое забеспечение. А если просто дать... И мобилизоваты все силы, и полное правовое обеспечение не вводя. Так вот, это просто дать армии возможность воевать. Да. И все. Я хочу сказать, когда мы говорим, что мы воюем с террористами, надо признать, что да, действительно, мы воевали до последнего времени с террористами. И мы побеждали. И Израиль успешно воюет с террористами. И примерно то же самое. Но сейчас мы воюем не с террористами, сейчас мы воюем с Россией. Потому что вошла российская армия, потому что вошли российские военные, войска, вошла техника, и уже против них мы не можем воевать. Но... Борислав, извините, что но, вы скажете в следующей части нашей программы, потому что, а мы работаем в прямом эфире, и нам приходится уходить на рекламу. Только для вас. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Выпуск ток-шоу «Чёрное зеркало» – программа, которая сделает редакция подробностей в студии программы ее ведущей Евгений Киселев и мои гости, мои коллеги. Я сейчас уже не буду, что называется, тратить время на то, чтобы еще раз всех представлять. Мы переходим к заключительной части нашей программы. И пока я не забыл, мы же проводили со вчерашнего дня голосование на сайте подробностей на тему о том, что все-таки делать с Донбассом. Потому что в свое время, когда наш программ первый раз выходил в эфир, мы задавали тот же самый вопрос, ситуация была совершенно другая. Ну, вот варианты ответа. Значит, объявить оккупированным, при этом, я подчеркиваю, там имеется в виду, объявить Донбасс оккупированной территории и ждать. Предоставить расширенные права этому региону в рамках федерализации. Мне не нравится это слово, федерализировать, но имеется в виду, предоставить дополнительные права и полномочия органов власти на Донбассе в рамках федерализации всей страны. Рядом вы видите проценты, которые мы получили при голосовании. Заметьте, этот вариант на этот час самый популярный. Не уверен, по состоянию на обед, по состоянию на 15 часов лидировал вариант отвоевать, и было около пяти часов. Ну, они же просто пришли и накрутили. Совершенно верно, вполне вероятно, совершенно правильно Алексей добавляет, что по состоянию на 15 часов картина была несколько иная. Посмотрите, федерализация увеличивается, увеличивается, увеличивается. Лидировал вариант отвоевать. Вот, это больше похоже на правду. Но был хороший вариант, вот этот вот вариант отпустить порядка 28%, это так и было. Так и было. Да, подождите секундочку. Ради бога, при всем моем уважении, да, у нас есть какой-то определенный внутренний план работы там. План работы, вопрос поставить не корректный. Не отвоевать, а освободить. Нет, для жителей Луганской и Донецкой области в большинстве своем, в большинстве своем. В большинстве своем мы будем захватчиками, а не освободителями. Не согласен. Я вам говорю, не будем мы захватчиками. Я житель города Донецка. Микрофон дай человек. Да, 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 уже дают. Только если город, пожалуйста. Алексей, не отдавайте микрофон, потому что... Вы можете представить, какой у меня круг знакомств, и сколько человек знает мой телефон. И вы знаете, я вам скажу так. Процентов 75 людей, которые звонят мне, задают вопрос. Простите, пожалуйста, что я вас перебиваю. Простите, что я вас перебиваю. Опять-таки, при всем моем глубоком уважении к вам. Вас как зовут? Владимир. Владимир, понимаете, вот есть такая штука по жизни, да, у каждого есть свой круг, своя референтная группа. Я понимаю. Извините меня, у меня есть вот мои друзья, знакомые, оставшиеся в Москве. Вот 75%, 85% за то, чтобы Путин ушел, и совсем другая политика, внутренняя и внешняя проводилась в России. Но, к сожалению, по данным социаловом, я все прекрасно понимаю. По данным социаловом, что у меня очень определенный, я бы не сказал, что у меня определенный круг. Только 20% поддерживают ДНР. Так вот, большинство жителей города Донецка и Донецкой области, которые находятся в состоянии оккупации, задают вопрос. Когда нас освободят, мы надеемся, чтобы говорить о том, что... Поймите, мы надеемся, что такие настроения там превалируют. Ну вот сейчас у нас нет и не может быть данных социологии. Никаких объективных данных. Не для того, чтобы утверждать, что они навстречу как захватчиков, да, это... Во время войны возможно проводить социологические опросы. Нельзя утверждать и обратно. Давайте я... Во время войны мы нельзя проводить социологические опросы, но можно освобождать захваченную врагом территорию. Я сейчас и о вас, в частности, расскажу. У меня есть оперативная новость буквально последних минут. В Российской Федерации уже начали угрожать срывом мирного процесса в Украине. Об этом сказал МИД России, заявил буквально несколько минут назад. Сереж, одну секундочку. Недовольны они нагнетанием напряженности, недовольны тональностью заявлений вокруг ситуации в Украине со стороны НАТО. Ну а вы, господин Береза, воинствующий радикал, который, естественно, кормится за счет прямой поддержки от НАТО. Все, у меня все. Вот так вот. Ну вот буквально 4 минуты назад. То есть вы ходите, что там в МИДе... Это МИД? Вавров помнит о вас. То есть Вавров сидит сейчас и смотрит... К тому же сианист, это второй грех. Еще напишут, поверь мне. А до речи Береза против референдов за НАТО, это брехня, значит. А Болгарии хорошего человека, россияне. Да, и тут еще пользуя случаем, да. Последняя информация была, да. Я не знаю, насколько это правда или нет, но попросили коллеги донести до аудитории, для всех вас. Это Левый берег. У них... Они возят помощь и поставляют помощь 25-й бригаде. И вот позвонили бойцы 25-й бригаде, бригады сказали, что на них наступает около 50 танков. И несколько градов берут их в окружение в районе города Зугрес, Нижние Крынки, около Дебальцево. По мнению бойцов, это, ну, что и хотят взять в окружение и заставить, очевидно, сдаться, либо уничтожить. Это новость на 22-33. То есть непонятно, что за этим перемирием... А у нас есть возможность сейчас с кем-нибудь связаться из наших корреспондентов или с кем-нибудь еще вот в районе Дебальцево? Вот. Попробуйте, пожалуйста, коллеги, это я обращаюсь к сотрудникам нашей редакции, которые сейчас меня слышат. Может быть, они здесь могут перепроверить. Я только что разговаривал с Настей Березой, это журналистка Нового Времени, моя тезка. Она сказала, что под Мариуполем все тихо, действительно. То есть в Мариуполе, ну, соблюдаются какие-то договоренности. Не факт, что россияне не захотят сорвать их в другом месте. Секунду, господа. Это просто чуть-чуть для смены настроения. У нас в редакции есть группа художников-мультипликаторов, которые специально для нашего сегодняшнего эфира подготовили небольшой мультфильм. Сразу предупреждаю, это такое произведение озорное, неполиткорректное, очень неполиткорректное, ироничное. Но, тем не менее, это их взгляд, скажем так, на международную дипломатическую ситуацию и те переговоры, которые ведутся вокруг Украины. Давайте посмотрим. Звонок Меркель-Порошенко Гутен Танк, Петро Алексеевич. Вряд ли гутен, фрау Ангела. Что-то случилось? Да, российские войска вторглись в Украину. О, майн гот, пиздец, Шварцен. И что вы собираетесь делать? Просить военной помощи у США? Постойте, не торопитесь, я предлагаю провести еще одну встречу в Минске. Зачем? Как зачем? Ради мира на земле. Спасибо, не надо. Вы что, хотите умыть руки? Я после предыдущей встречи их никак не отмою. Пожалуйста, не делайте глупостей, я сейчас позвоню Геру Путину. Шайзе. А тем временем... Ты где? На море. Аллергия на град, к весне пройдет. Звонок Обамы Меркель. Гуд-дей, фрау Меркель. Вряд ли гут. Что-то случилось? Да, я только что разговаривала с паном Порушенко, он собирается просить у вас военную помощь. Факеншит, а я как раз по этому поводу. С просьбой, только строго между нами, окей? Слушаю вас. Не могли бы вы взять его на себя? В каком смысле? Ну, пригласить на ужин, успокоить как-то. Достал он меня совсем, каждый день названивает. У меня тут Сирия, Ирак, Конгресс давит. Посидею скоро. Только Украины не хватало. Развлеките его хотя бы до 18-го. А дальше я уж как-нибудь сам. Хорошо, я попробую. Договорились, я в долгу не останусь. Звонок Меркель Путину. Гутенабенд, Вальдемар. И тебе не хворать. Ну что там на фронте, Шеневмерла? Работаем. А можно как-то поаккуратнее? В смысле? Ну хотя бы документы у солдат отбирайте. И не хороните их, а кремируйте сразу. Ты про этих что ли, которые заблудились? Это ты своим холопом можешь паривать, что у тебя десантники без компаса бегают. А мне что говорить? Ну объясни им, что просторы у нас. Страна слишком большая. Реально можно заблудиться. Я вот однажды в Сочи отдохнуть поехал. Оказался в Крыму. В общем, прошу тебя, ради нашей дружбы. Ладно, ладно. Как там наши? Нормально. Тебя добрым словом вспоминают. Говорят, при тебе в Дрездене гей-парадов не было. Передаем, что я скоро вернусь. На танке. Вальдемар? Шучу, шучу. А у Фидерзейн мой ангел. Звонок Меркель Порошенко. Гутен морген, Петро Алексеевич. У меня для вас хорошие новости. Приезжайте в Брюссель. Мы собираемся принять новый пакет санкций. Запретим въезд в Европу тёще, командующего вторым оперативным полком ГУВД Москвы. Москаляку-набиляку, как говорится. А у меня новости плохие. Русские танки уже в Луганске. Не может быть. О, майн гот. Откуда информация? Из Голливуда. Вы проверяли? Да сколько можно? Больше тысячи человек в плену. И что вы собираетесь делать? Объявлять всеобщую мобилизацию. Постойте, не надо так сгоряча. Мы вам сейчас вышлем две фуры приборов ночного видения. И всё. Ещё несколько самолётов с котелками. Думаю, Путин скоро дрогнет. А то закончено. Мы победили. Теперь война. С Россией. Дрогну я. Народ требует нового Майдана. Завтра в ЕС уже никто не захочет. Не волнуйтесь, я услышала вас. Немедленно звоню Геру Путину. Русский швайн. Звонок Кэмерона Меркель. Фрау Меркель. Дамы, господин. Кажется, он охуел. Кто он? Лугандон. Путин этот. Вы слышали, что он сегодня сказал? Что возьмёт Киев за два часа. А Донецк он уже в открытую называет Новороссией. Нам надо немедленно созывать военный совет. О, майн гот. Не кипятитесь, Дэвид, прошу вас. Где ваш английский юмор? Это наверняка шутка. Я сейчас позвоню Вальдемару. Звонок Меркель Путину. Гутнабен, майн кляйн фройн. Аллаху Акбар. Извините, я, наверное, не туда попала. Туда-туда. Вова. Бутнхайль. Как дела, Вальдемар? Пока не родила. Я не про Алину, что там на фронте. А, на фронте всё отлично. Вот именно, ты что творишь? Киев собрался брать? Ты Киев, мать городов русских. А что это ещё за Новороссия? Мы же договаривались. Возмущённые жители Донбасса. И никак иначе. Спалишь ведь? Мне уже жизни не дают. Обама каждый день звонит. А ты его на Китай переадресуй. Успокаивает. Я проверял. А мне самой что делать? Вальдемар, если так дальше будет, мне импичмент, понимаешь? Тебе мы Чурала пришлём. Он всё сделает. Ты лучше думай о том, чем Рейхстаг топить будешь. И вообще, ангел мой, Германия превыше всего. Но помни, что у меня на тебя кое-что есть. Импичмент лёгким выговором покажется. Зачем ты так? Ты же видишь, я делаю всё, что в моих силах. Ладно, вижу. Не хнычь. Недолго осталось. Старость я тебе обеспечу. И ещё. Я слышал, ты там собираешься тёща, командующего вторым оперфолком, запретить ездить в Каны. Откуда тебе известно? От приблуда. Забудь, в общем. Я тебе вышлю в список, кого не жалко. Он шёл на Одессу, а вышел к Херсону. Субтитры создавал DimaTorzok Вот такое кино. На моих глазах, можно сказать. Реалистично очень. Реалистично? Ну, понимаете... Дипломат Волошин нам прокомментирует чисто профессиональные точки зрения. Нет, ну просто понимаете, вот давайте вроде для адвоката дьявола просыпать. С чем просыпалась головная... Ну и какая головная боль была у Меркель год назад, да? Кризис в еврозоне, Греция в долгах, там, Евросоюз разваливается, с французами непонятно что. То есть проблем и так полон рот. И я им сказал, что хуже быть уже не может, потому что ситуация действительно, ну, патовая, там, в экономии. Евросоюз вообще не развивается, всё падает и так далее. И вдруг мы ещё тут прибегаем, понимаете, и начинаем реально звонить, там, что-то рассказывать. Я убеждён, что, ну, если отложить в сторону эмоции, ну, давайте себя попробуем поставить в положение немцев. Естественно, что они любой ценой хотят просто избавиться от головной боли. А головную боль можно решать двумя способами. Либо принимать таблетки, либо отрубать голову. То есть вот они сейчас ищут вариант, как поступить в этой ситуации. Либо отсечь голову, либо принять какую-то сильнодействующую таблетку. С таблетками пока не очень получается. Ну, это правда. Плюс есть сугубо германские обстоятельства, согласитесь. Есть очень мощная традиция в политическом, так сказать, мышлении немецких лидеров. Заветы Бисмарка. Не воюйте с Россией, с Россией надо дружить. Два раза нарушали, два раза очень дорого за это заплатили. Комплекс вины. Комплекс ложной благодарности России. За объединение... За то, что Советский Союз в свое время, Горбачев, позволил двум Германиям объединиться. Ну и, конечно, давление крупного капитала. Никто... И энергетические интересы пятые. Мало таких стран, которые так сильно зависят в Европе от поставок российского газа, как Германия. Но, понимаете, один очень важный момент. Но мы сегодня живем на кредиты МВФ. Мы просим у них деньги. То есть мы можем обижаться на отсутствие поставок вооружения. Мы можем обижаться на отсутствие недостаточного давления на Россию. Но мы берем у них деньги. И коль скоро мы берем у них деньги, то мы хоть чуть-чуть должны их все-таки уважать. Ну, считаться... Смотрите, уже есть известная шутка, что ООН называет организацией обеспокоенных наций касательно Украины и всех событий, связанных с нашей войной, с Российской Федерацией. Я бы хотел сказать другое. Когда коллега сомневался в том, кем нас воспринимают на Донбассе в случае освобождения Донбасса, контрдовод. Пока мы захватчики, по одной простой причине. До тех пор, пока мы не предложим жителям Донбасса реформы судебной системы, правовой... Все реформы, которых у нас нет... Почему жителям Донбасса? Жителям Украины не надо предлагать? Стоп! Почему Донбасс... Лубандон? Стоп! Почему он туда пошел? Потому что они хотели жить там, где якобы лучше. Нет, потому что они жели бы туда, не пошло. Если бы там не было... Они не пошли садик в войска. Если бы там не было агентурной ССБ, если бы там не было, если бы наемников, ничего бы не было. Представьте себе, вы живете дома, у вас двухкоматная квартира. И вот я, секундочку, я с Сергеем к вам приду и скажу, что нет, теперь эта квартира не ваша, а теперь это наша. Потому что нам так кажется, нам так лучше. А вы сказали... Потому что нас надо услышать. Да, нас надо услышать. Мы хотим жить в этой комнате. А вы думаете, подождите, ну как же так, это же моя жизнь. Не-не-не, пока вы нам не предложите реформы этой квартиры, мы никуда не уйдем. Ну это же глупость. Борислав, у меня есть последняя новость из Европы, она не обнадеживающая. ЕС несколько минут назад было заявление, что отменяет ввод новых санкций против России. Это на неделю, ничего подобного. Они на неделю отложили, для того, чтобы увидеть, эффективно это перемирие или нет, и насколько корректно будет вести себя Россия. Они дают шанс России. Давайте сразу запомним одну вещь. Россия, у нее не бездонный кошелек. И ее возможности на сегодняшний день не бесконечны. Отключение России от международной системы SWIFT приведет достаточно быстрому, достаточно быстро... Ну это предложение Камерона, которое пока, по-моему, в серьезной рассматривании. Подожди, на самом деле, многие вопросы есть. На сегодняшний день они дали шанс России. Будем надеяться, что Россия воспользуется, и кто-то там возьмется за голову. Так, у меня просьба. Алексей, помогите, пожалуйста. Там очень настойчиво просятся... Да, и у нас ребята молодые, наши гости тоже очень хотят. Так, с бойцом молодые гости, совершенно верно. Давно тянут руку со всех сторон. Будут, будут, будут. Меня зовут Жанна Алисельцев, я журналист. Вот по впечатлениям о мультике, ну смешной, только в реале оно почти так. Только каждый вот этот звонок, ожидания, гибнут сотни людей. Поэтому надо разобраться, как это остановить. Не победить, сейчас я, ну вы поймете меня. Если мы будем говорить о том, когда война началась, она началась, когда нужно было разогнать Майдан. Вот там, вот, ребята добровольцы, они конкретно без денег, без всего сорвались и поехали. У Путина есть точно такой же назревающий Майдан. И вот когда они обсуждают, они думают, ну я думаю, это вот вообще какая-то глобальная игра. У Путина есть назревающий Майдан. Зачем нам идти в Россию, в Европу, правильно? Если там они обещают, но не делают. Наш господин в Москве говорит, что Майдан не памятник. Вы говорите, мы должны деньги, должны уважать. Но если деньги берет правительство, а народ нищий. И как, ну они же потом говорят, да, у вас там злачинная влада и все остальное. Но с них она не спрашивает, она спрашивает с нас. Каждый из нас по 2000 долларов должен. Почему нам, как Исландии, не сделать, не сказать, идите лесом? И одни, и вторые. И Путин отстанет, и то, и вот и все. Вот и все отстанет. Давайте все-таки вернемся к мультфильму. Евгений, давайте все-таки к мультфильму вернемся. Там очень серьезные вопросы были затронуты. Давайте займемся мультфильмом как раз его обсуждением. Да, да, да. Как раз к теме это и подошло. Я как раз обещал дать слово микроповарищам добровольческих батальонов. Мы должны решать проблему общую. Почему так произошло? Почему жители Донбасса вдруг стали представителями какой-то другой страны? Вот мы это должны. А все началось из того, что мы действительно куда-то идем. То ли мы идем в Россию, результат будет такой же. То ли идем в Европу, то же самое. Это я понимаю только лишь потому, что я приехал на Майдан 2 декабря. И все, вот это кино, которое проходит сейчас, я наблюдал. А мне кажется, что здесь вопрос сейчас не в том, куда мы идем, а кто к нам приходит. Подождите, подождите. Вот здесь четко показано, что не там, не там у нас друзей нет. Я прерву вас. У нас экстренная связь. С нами на телефоне батальон Киев-1, его комбат. Вы же хотите, давайте поговорим. Сейчас, секунду. Это технические вопросы, потому что я не хочу вас слушать, извините. С нами на связи батальон Киев-1, я правильно понимаю? Киев-1. Пропала связь? Связь пропала или есть? Алло. Да, здравствуйте, вы нас слышите? Это черное зеркало Интер, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, где вы сейчас находитесь? Ой, я нахожусь сейчас в Славянске, на ЖД вокзале. Как? Что вы там делаете? Ой, ну я не знаю, с кем вы хотели вообще-то поговорить. Я... Мы бы хотели поговорить с кем-то... Да, я слышал. Да, да, да. Чьи обязанности вы исполняете? Я исполняю обязанности заместителя командира. А командир ваш где в этот момент? А вы можете отвечать мне на любом языке, будь якою мовою, будь ласка. Командир вас стоит сейчас. А с кем я спілкуюсь, Саша? Вы спілкуетесь с программой Черный Зеркало. Боже, у меня не понимал, что это из программ. Скажите, вы слышали о том, что сейчас перемирие, прекращение огня, как минимум, на востоке Украины? Вы ему рады или нет? Ну, в принципе, с одной стороны рады, я лишь не знаю, что это принесет. Если это предъяснил Константин, то я рады. А? А предчувствия какие-то и чего боитесь? Не, ну, предчувствия какие-то, чего мы боимся? Мы просто, если это действительно принесет мир, то мы этому рады. А если это перемирие принесет еще какую-то перегрупировку и загнание каких-то войск, або укрикления территории, то мы, конечно, этому не рады. По вашей информации, но все же вы ближе к зоне боевых действий, чем мы. Бои продолжаются где-то сейчас или нет? Или действительно наступило там хоть шаткое перемирие? Ну, смотрите, я сейчас вам скажу по ситуации по Славянскому. Мы в Славянске будет 6 числа день места, да? Мы делаем все возможное, чтобы тут обеспечить порядок, да? Безпеку граждан, безпеку местных. А есть реальные угрозы Славянску на сегодняшний день? Пока что нет. Ну, ходят разные чутки, разная беседа. Мы все проверяем, выезжаем на все выклики. Где, чтобы не было жодного пострела, жодного помещенного людини, какой-то такой. Спасибо вам огромное. Спасибо, да, спасибо. Алексей, верните, пожалуйста, в микрофон. Продолжаем. Так вот ситуация, приведшая к данному результату. Мы идем в Европу, Россия для нас рад, получается. Если мы идем в Россию, Европа для нас рад. Если мы никуда не идем, они оба для нас рады, да? То есть у них есть претензии к друг другу. Почему вот всего этого стала страна Украины? Извините, вы уходите по звуку. Почему она стала заложником всех этих событий? Вот в этом нужно разобраться. Я не считаю, что... У вас есть ответ? Вот у меня ответа нет. От кого вы его ждете? Ответ есть у Сергея. У меня есть простой ответ. Ответ есть у Сергея. У меня есть простой ответ. Давайте. Обожаю простые ответы. Заложником этой ситуации мы стали из-за безответственности нашей, личной. И для того, чтобы мы хотели жить в независимой стране, ничего за это не платить. Не строить ее, разворовывать. Каждый из нас соучаствовал в этом проекте. О том, что мы думали. Что можно жить в проекте Украины, СССР. И замечать несовместимое. Не понимаете, что такое Европа, что такое ее ценности. Не понимаете, в чем отличие России от Европы. Считать, что мы самые умные и можем усидеть одной, да? На двух стульях. В третьем каком-то пути. Это несовместимые вещи. Понимаете? И наша безответственность привела к тому, где мы сейчас находимся. И вот перемирие... Понимаете? Понимаете, перемирие это не повод для того, чтобы расслабиться, чего я боюсь. Что мы сейчас расслабимся. А повод напрячься. Вы знаете... Подготовить оборону. Смотрите, самый первый путь в победе. А мы с ним не напрягаемся. Волонтеры не напрягаемся. Я прошу прощения, господа. У нас, как говорится, эфир не резиновый. Давно обещали слово дать молодым людям, которые вот у вас за спиной. Давайте начнем. Я начну с молодого человека, который одним из первых. Представляйте, пожалуйста. И кратко, пожалуйста. Дуже коротко. Шановные друзья. Я Ринат Ковбасюк, член организации украинских националистов. Смотрите, сегодня на сходе Украины, на Донбассе воюет батальон ОУН. У батальона ОУН сегодня всего на все 40% зброи от потреб. Друзья, про какую перемогу мы можем говорить? Сегодня батальон ОУН вернулся до президента. Пане президент Петро Алексеевич, дайте батальону зброю. Это первая теза. Для того, чтобы была перемога. Потому что Винстон Черчилль, премьер-министр Великобритании Чинска, сказал, что с Путином любые декларации, подписывающиеся, какие-то бумажки нет. Сенсы экшен. Винстон Черчилль. Путин. Не, я имею в виду. Я его отвечаю. Доброго. Шановный. С Россией. Один технический вопрос. С Россией. Одну секунду, Алексей. Минутная пауза, буквально. Вы продолжите. Просто я хочу сказать, что буквально подряд. Мы даже не будем сейчас выводить их в эфир. Было три звонка от трех наших корреспондентов, которые находятся на востоке, на юго-востоке. Все они на этот час подтверждают, что режим прекращения огня в общем соблюдается. Перестрелок нет. Друзья, другая теза. Знову ж таки про Путину. Сегодня говорилось тут много про Европу. И очень хорошо рассказал нам про это пан дипломат Олег Волошин. Но, друзья, нас сегодня Европа конкретно сдает. Давайте говорить так. Смотрите. Словаччина сегодня... Почему она сдает? Потому что Словаччина сегодня залежит на 100% от газа. Здесь мы немного все же повторяемся. Еще просто очень много желающих. Мысль понятна. Извините. Извините. Девушка. Девушка. Галина Екатерина, КНУ имени Шевченко, философский факультет, политолог. В первую очередь я бы хотела поблагодарить находящихся здесь бойцов АТО. Пожалуйста, давайте поаплодируем им. Потому что именно благодаря им мы с вами здесь всех сидим, стоим и имеем возможность вообще разговаривать. Во-вторых, я, конечно, согласна с предыдущим оратором, но я все-таки считаю, что война с Путиным, война с Россией, или, как мы называем ее АТО, она не выигрывается на поле боя, несмотря ни на что, несмотря на ту кровь, которую вы проливаете. Я вам, как женщина и девушка Украины, за это благодарна. Она выигрывается в политических кабинетах, потому что именно там она началась. И давайте я хочу обратиться к нашим политикам, к нашим дипломатам, к нашему президенту. Делайте что-нибудь, потому что все то, что происходит, выглядит просто как цирк, как какая-то, я не знаю, как какая-то сказка, как будто народ, это какая-то игрушка в ваших руках. Пожалуйста, обратите на это внимание. Спасибо вам. Пойдем дальше. Есть желающие. Молодцы. Только практика. Я буду коротко. Мы все звикли казать, что в Украине целая купа проблем. Насправді в Украине есть лишь одна проблема. Это полная дезинформация. У нас верхи никогда не знают, что творится в низах. И при этом заявляют, что они знают все. Я вам могу навести такой приказ. Я говорю, например, за своего дядька. Он мне честно сказал, что так. Он не может сейчас пойти солдатом через то, что у него есть семья. Треба годовать. Если мы все становимся воинсковыми, у нас экономика рухнет. Но он говорит, что если ему пришли по войску на мобилизацию, он не собирается. Он поедет воювать. И тут у нас такие проблемы повсюду. Кажут, что у нас нет лидера ВТО. Так, знаете, этими лидерами мают быть генералы. Они всегда отвечали за забезпечения. И информационные, и любое, и другие. Они должны иметь свои ставки неподалеку, чтобы иметь информацию, оперировать и реагировать, как можно продуктивно. Есть еще желающие. Еще желающие. Да. Представьте. Легиновская Марина, институт международных отношений. Как международник хотелось бы откоментировать один простой вопрос. Вот сегодня пару раз упоминалось НАТО. Говорили даже такие абстракции, как референдум о вступлении НАТО. Но хотелось бы с точки зрения международника сказать, что в НАТО нас никто не возьмет, даже если мы проведем референдум. Зачем НАТО принимать в ряды своих членов страну, у которой нет устоявшихся границ, страну априори с территориальными проблемами? Это первый вопрос. Второй вопрос. НАТО сейчас обеспокоены странами Балтики. И, ну, в принципе, подводя итог, чтобы не занимать эфирное время, мне бы хотелось сказать, что Украина в этой войне, она предоставлена самой себе. И как на уровне международных организаций, так и на уровне индивидуальных, ну, государственных акторов. Никто не собирается помогать, и с этим, как бы, уже пора смириться. Мне кажется, что конфликт будет затяжным, и есть шансы превратиться чуть ли не в Сомали. Понятно. Спасибо огромное. Наверное, стоит уже дискуссию вашу продолжить. Да, я хотел бы, я обещал нашему корреспонденту в Москве, Дмитрию Еловскому, ему есть что сказать, просто как-то не получалось в то время хотя бы пару минут дать. Ему и вопрос очень простой. Я вспоминаю начало весны, я вспоминаю март месяц, когда многим людям, большинству людей, не то что не думалось, даже в голову не могло прийти, что в Крыму появятся зеленые человечки, или так называемые вежливые люди без знаков различия, российские разведно-диверсионные группы, которые, по сути, там без единого выстрела возьмут Крым под контроль, а затем последует аннексия полуострова, референдум, присоединение к России, да? Вот, а чего нам ждать? Вот на ваш взгляд, вы работаете в Москве, вы следите за российской политикой, все-таки чего ждать от России? Знаете, Евгений, к сожалению, с каждым часом, фактически, становится все труднее предугадывать мысли руководителя России, и его свит, и его окружение. Абсолютно верно говорил Марат Гельман в предыдущей части нашей программы, что, видимо, этот человек уже просто перестал себя осмыслять в рамках текущей нашей жизни, текущей реальности. Это какое-то замешательство, при том на фоне его чрезмерных амбиций, видимо, человек хочет просто войти в историю, но не таким же образом это делает. По моим, вот лично по моим ощущениям, это похоже на черную дыру, которая вот нас всех в России засасывает, при том очень быстро. И рано или поздно она должна свернуться в какой-то очень плотный вакуум. Вот что из этого вакуума получится, это сейчас очень трудно говорить. Но как далеко российская власть может идти? Есть надежда, что Путин испугается санкций, серьезных санкций, которые ударят по нефтянке. По нефтянке, по теку, по таким болезненным зонам. Запад на это не готов идти. И это абсолютная проблема. Я очень рад, что молодые ребята, которые здесь выступали, они тоже об этом говорили. Это действительно так. Запад не может, не хочет и никогда и ни за что не будет ссориться с Путиным. Как бы нам этого с вами не хотелось. Сергей, вы не согласны? Ну, конечно, не согласны. Почему? Смотря какой Запад. Нет, давайте, хорошо. Нет, нет, нет. Не прибалки. Не прибалки. Между прочим, Обама уже сказал, что у него большие... Он сегодня уже выступил с заявлением, что у него скептический взгляд на это перемирие. Туск тоже выступил в том духе, что имеется в виду новый председатель Евросоюза, бывший премьер-министр Польши, что на 100% нельзя России доверять. Но у меня вот какой вопрос. Я не случайно вспомнил, март месяц, да, вот 1 марта, неожиданно для многих Совет Федерации, Верхняя Палата Российского Парламента, которая на это уповоломочена, дала Путину согласие на применение российских войск на территории Украины. И у меня, я очень хорошо это помню, было стойкое ощущение, что мы здесь, в Киеве, во всей Украине, к этому были абсолютно не готовы. Евгений Алексеевич, но потом они отменили. Но это все равно никак не влияет. Но потом отменили, потому что вспомнили, что есть закон, который не угодно президенту использовать вооруженные силы за пределами страны в определенных там кризисных ситуациях. Правильно. Это у него право было еще... Так все, вопрос ко всем. А мы готовы к тому, что Путин пойдет дальше, чем Донбасс? Мне кажется, что уже готовы. Но уже готовы. Психологически, конечно, готовы. Просто нужно понимать, что он не остановится. Только мы можем его сделать. Давайте вспомним март. Вот мы говорим Запад, Запад, Запад. Да, понятно. Но я глубоко убежден, если бы не позиция Запада тогда, Инукович мог бы сегодня сидеть на банковой. В присутствии российских войск. Потому что по состоянию на март месяц никакого сопротивления серьезного. Кроме там, возможно, каких-то отрядов правосектора, еще каких-то добровольцев. Их никто бы не оказал. И тогда это был... Ну, слушайте, мы знаем все, об этом, не знаю, писали, не писали, но широко обсуждалось. Золотовалютный запас украинский в марте месяце был вывезен в Евросоюз. Потому что руководство, на тот момент, Турчинов и Цинюк были убеждены, что может высажен быть десант в Киеве и так далее. Сегодня такой угрозы нет. Сегодня Путин понимает, что вторжение в Киев это огромная партизанская война, это колоссальные потери и так далее. Поэтому, в принципе, мы сегодня находимся в гораздо лучшей ситуации, чем могли быть. Поэтому давайте все-таки... Евгений Евгеньевич, захватить это не значит удержать. То есть захватить он может. Удержит ли он Киев? Какой ценой? И зачем ему это надо? Давайте обсудим это в следующей программе. Потому что, к сожалению, эфир на ток-шоу идет очень быстро. И наше время подошло к концу. Коллеги, друзья, гости, спасибо вам большое. Извините, что если кто-то не сумел выговориться и все сказать, что хотел. Мы рады будем вас всех. Ждать. Издить. Обратитесь. Журналисты, в Киеве, солдаты для этой войны. Вы реально на прошлом. Сейчас. В другие жизни. И я хотел бы, чтобы вы, журналисты, понимали, что сейчас военное время. И за каждое слово, за каждую поданную вам информацию вам придется отвечать. И, возможно, отвечать очень жестко. Потому что те стороны, которые вы представляете, те каналы, которые вы представляете, это стороны конкретно избранных людей. Поэтому будьте объективными. И помните, что идет война. Мы поняли. Спасибо. Спасибо большое. Это была программа «Черное зеркало». Ток-шоу на канале «Интер», который готовит наша редакция. Редакция подробностей. Встретимся в следующую пятницу в это же время. АПЛОДИСМЕНТЫ